А, да, запись понятна. Тут ещё есть такая маленькая мелочь. Дело в том, что у нас качество записи иногда оставляет жевать лучше. Мне очень хорошо всё с тех слышно. Меня отлично слышно. Даже удивительно. Да, то есть я о чём говорю. Мы потом просто выясним, что после того, как мы запись сделали, что она, скажем так, идёт с издаванием звука. Чтобы это преодолеть, я сейчас сделал просто для записи. Я записываю свой экран. Включу маленький ролик, 12 секунд. Он со звуками. Точно такой же ролик я включу в конце видео, чтобы был начальный маркер и конечный. И тогда можно будет сделать, ну, подужать потом звук, чтобы он был синхронизирован с видео. Попробуем эксперимент провести. Так. Ну, демонстрация экрана работает у вас? Да, вижу, всё отлично. Да, у меня тоже хорошо видно. Так, сейчас я посмотрю, нет ли там кто-нибудь подключился, ещё не подключился. Видимо, я никто ничего не прочитал. Есть вот поверх... Ещё принято связи. Данил Дашкевич. Данил у вас там нерядно, случайно? Нет, Данил уехал домой, он сейчас в Красноярске. Ну, у него-то нормальный интернет. Если он не спит, он будет в Соборце поучаствовать. Там время только другое. А сколько у них там? Плюс четыре часа где-то. Плюс три-четыре, где-то должно. Ну, сейчас я ему напишу. То есть у них уже ярый день. Ну да, он же восточный Красноярск. Так. Ну, соответственно, полотва тоже спрошу. Ну, пока больше никого вам займёт. Сейчас может встреча будет такая... Перетекать из одного-другой. То есть Можете и подключать. Кто-то будет подключаться, кто-то будет подключаться. Но в итоге сейчас задача как бы все будет вопросов попытаться унять, да, ответить на него. Вот. Если Влад подключится, как он обещал, будет вообще идеально. Вот. Или, собственно, уже приступить к практике. Там, если нету своих предположений, что делать, просто посмотрите, как я это делаю. Так. Ну, если ты смогу документировать, чтобы было тоже понятно, что вообще происходит. Ну, концепцию мы, по сути, врубимся по пути, да, или как? Ну, конечно. Так. Ну, все. Вроде спросил. Ладно. Так. в принципе, чеснок. Часики видны? Да. Вот. Ну, в принципе, давайте говорить, смотри, глобально, для чего эти часики и сделаны, чтобы мы вообще понимали, что многие же в сих пор живут не понимая, где они живут. Чего не понимаю? Не понимая, где они живут, грубо говоря, что есть, солнце, вот этот ковальчик царя есть, наша земля, Можно, Костя, там все это думала, блин, ты какая-то... Может, Ольгу, тебя подробить, нет? Ты видишь вообще? Ты видишь вообще? Смотри, я кое-что, пожалуйста. Подрубил он. Пошли. Оль, будет лучше, если ты мне сама позвонишь на скепт, или кто-нибудь все скинет, мне то сказать, там все, если что так, то еще прощает, это все скинет. Я просто средне утром об этом думала. Скинь мне то, мне кажется, просто тебе на наушники снять, Женя, и все будет сразу. Я и так безумно. Она экран не видит, мы видим, мы сидим по разные стороны. Ну, сядь, там по плице перейдь. Меньше будет загрузки. Оля Никитина у меня оффлайн. Да, она еще потому что оффлайн. Я еще не... Все, я надо... Да еще потому что оффлайн. Она еще оффлайн потому что... я пока чайничек поставлю туда. Я тоже на минуту отойду, пока тут собирается. Низь. 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 Ну, поднял ты. Низь. Все, Кость, я подключилась. Подключай меня. О, нормально. Черт, так, ты сейчас. Ну, не надо просто повесить, я думал, может, что-то обликнет. Хорошо. Я надеюсь, это тот спрей. который на тебе подключаю все еще не доступен. Сейчас, Кость. Ну, какое у тебя, скажи... Он обиграммо... Ну, где мне. . Я обиграммо... Я обиграммо... Я обиграммо... Я обиграммо... Я с него уже ушла давно. Не знаю. Мне нужно тебя... Женя, ну кинь мой скайп, пожалуйста, прости. Ну кинь мне ВКонтакте. Ну ВКонтакте я уже в чате писал, прямо с его скайпом. Вот в этом, в чате Relation Center. ВКонтакте я уже в чате. Продолжение следует... 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 качество связи уже четыре человека сразу качество связи ухудшилась она удаёт Ладно, Александр, ты хотел что-то сказать Да нет, я уточнил про ресурсы, всё я понял у них есть свойства продолжай Ну, если глобально, то ресурсами является вообще всё как бы это жестоко не звучало, но люди тоже состоят из материи Человеческие ресурсы называются В конкретной ситуации, да мы просто человеческими ресурсами обычно обозначаем то, что человек может сделать то есть мы самого человека ресурсом физически не считаем Это же как орудие производства тоже мышечная сила, например Да, мы в основном как орудие производства и воспринимаем но мы не воспринимаем его как светок золота или грубо говоря сосуд с жидкостью хотя по сути человек это 80% воды То есть такое редко происходит, но тем не менее там, допустим, если речь идёт о какой-то медицинской деятельности, да, например то даже это начинает быть интересно Мными словами относительно земли, например, да, у любого ресурса есть некая геопозиция и в этом плане все ресурсы имеют как минимум одну общую характеристику они где-то находятся А перемещаемые, которые машины там всякие Естественно, есть то есть эта геопозиция может не меняться во времени то есть недвижимость, например и может меняться во времени это, собственно, транспорт и люди и какие-то просто грузы там, товары там, неважно Ну, и так как эта система проектируется с перспективой, что она в целом если вдруг люди примут проект Венера она сможет работать и в проекте Венера то, как бы, к ней будет требование, чтобы она была максимально универсальной поэтому концентрация, в первую очередь, на ресурсах и самое важное, что должна фиксировать эта система факт передачи, например, ресурсов от одного к другому человеку нам не важна здесь Чья собственность? Да, не сильно важна здесь сам факт, что он в собственности или нет нам нужно знать физически к кому обращаться, чтобы этот ресурс получить как можно быстрее то есть, кто имеет непосредственной близости к нему доступ вот, вопрос собственности и конкретных там финансовых сделок или то, что произошло между тем, как передача ресурсов произошла да, то есть, например, два человека встретились сначала ресурс был у одного, потом он с того другого для системы это будет просто запись этот ресурс был передан от одного человека к другому все, да? это самое важное, что оно будет фиксировать но вообще-то все принадлежать, по идее, должно кооперативу то есть сообщество но кому это принадлежит? кооперативу, государству, человеку или произошла в этот момент денежная сделка или просто бартер это, скажем так не важно это не первостепенная задача, которую нужно решать на уровне вот этой системы она будет хранить информацию о том, что просто факт передачи произошел в первую очередь но потом, опять же, можно сделать дополнительную систему, которая будет учитывать, например, денежный аспект или аспект собственности можно эту систему не подключать то есть это как бы опционально и на втором приоритете то есть не на первом но, естественно, это тоже все по мере того, как у нас будут появляться собственно человеческие ресурсы для того, чтобы реализовывать все цели да, то есть люди, которые будут готовы делом участвовать в этом проекте естественно, мы это все будем рассматривать потому что, в целом, это ну, опять же, вот я Женя говорил, что он не понимает, что мы делаем ну, мы сейчас делаем ровно одну вещь мы живем но, чтобы жить эффективно, нужно скажем так, время уже подсказывать что нужно этим всем разумно управлять чтобы этим всем разумно управлять нужно хотя бы знать, что вообще здесь как только у нас будет база данных или возможность заносить постоянно информацию о том, что есть да, на основе этого мы уже сможем например, настроить цепочку производства описывать того, как именно выполнен производственный выполняется производственный процесс и система может, например при наличии в ее базе данных ресурсов сказать, что ага, вот вы сделали такую-то производственную цепочку для того, чтобы ее запустить, нужны такие-то ресурсы вот эти конкретные ресурсы в системе есть, вот можно связаться с этими конкретными людьми их получить или там как-то договориться а вот этого ресурса в системе нет и вам придется найти в Google обратить на это внимание и так далее Ну и естественно, как бы желание, чтобы тем больше то есть, чтобы система была полезна, да естественно, если она будет полезна то и будет пользования большего есть и больше, чем больше людей будет ей пользоваться тем полезным она будет потому что он будет держать в себе газ данных ресурсов, которые есть в наличии, и конкретных, по сути у нас есть один глобальный ресурс, как бы мы точно знаем, что уже есть планета Земля, и мы все люди, это всего лишь часть этого ресурса, мы все как бы состоим из той материи, которая у нас здесь была. Можно по существу вопрос? Да. Каким образом будет добавляться и, ну вот как бы сама технологически как-то будет, то есть есть и возможность добавления, то есть открывается какая-то форма, в нее добавляем ресурс, в него отмечаем свойства, добавляем как бы в базу, так? Ну. И она уходит на сервер. становится сразу, ну грубо, всем доступно. Да, но сам сервер может быть не просто сервером, а сетью серверов, то есть это может быть расположено в разных точках планеты, где-то нейтрализованной сетью баз данных, которые по сути являются копиями друг друга, но так как они находятся в разных местах, они могут гарантировать сохранность и достоинственность информации, потому что одно время информация будет отправляться на все сервера, но в случае... Это понятно. То есть... Точнее наоборот, это вот как раз... Так, ладно, продолжай, я лучше сейчас напишу все вопросы. Вот, Александр, у тебя ссылка вот с трансляцией работает? У меня почему-то сейчас вот нет той планеты, которая была раньше, просто стоят как бы картинки скайповские дорожки. Саш, в чате посмотри ссылка. А, в чате. Сейчас. Да, в чате есть ссылка, там трансляция через другой сервис. Единственное, что там, наверное, можно звук выключить, потому что звук здесь у нас раньше будет через скайп. Ну, трансляция чего? Экрана? Да, да, да. Ну, там трансляция всего, и звука, и того, что мы говорим. То есть, просто звук можно отвлечь, потому что это и так через скайп идет. А, вот Twitch.TV совместная практика. Подгружается. Так, сейчас еще два человека подключатся. Так, эфир мне говорит. Так, вот, грузилось. Вижу планету. Это Луна, что ли, летает? Вокруг планеты, да, Луна. Ну, как бы здесь Солнце, Земля, Луна. Все. То есть, упрощенная модель. Всем привет. Всем привет, Влад. Вот. Вот еще разок ссылку откидаю. Я демонстрацию экрана через скайп пустить не могу, потому что она очень накладно почему-то получается. Это все зависает. Вот. Поэтому можно через Twitch смотреть. Но чтобы не слышать повторно запоздавый звук, можно просто звук выключить. Вот. Ну, в общем, идея в чем, что здесь, грубо говоря, да, на вот этом экране, да, можно будет на эту планету Земля нажать. Сейчас пока нельзя, да. Сейчас это просто число визуально, чтобы было какое-то представление, от чего можно дальше отталкиваться. Вот. Вот. Как только мы нажимаем планету, опять же, возвращаемся, я уже говорил, получим статистику общего по планете, но в целом мы можем дальше уже внутри нашей планеты, да, искать больше информации о ресурсах, о людях, компаниях, о производствах, которые есть. Вот. И следующий, как бы, элемент системы, которую мы вот с Владом начали разрабатывать. Я до сих пор считаю вот центральным, да, что это именно производственная цепочка. Угу. Потому что, по сути, я где-то картинки выкладывал в ВКонтакте. Сейчас я их еще раз открою. По сути, производственная цепочка – это универсальный инструмент взаимодействия с базой данных по ресурсам. То есть, иными словами, в производственной цепочке можно сделать одну маленькую цепочку, которая будет являться единичной записью о том, что есть наличие ресурсов или, например, потребность в получении какого-то ресурса или, например, потребность в исследовании. сейчас я покажу, как это примерно выглядит. Сейчас, например, видно, да, что сейчас показывается на экране? Александр. Да? Да. Да. Так. Ну, то есть… Ну, то есть… Видимо, задержка идет. Я сейчас пока еще… Ну, что на экране видно? Вот как раз, чтобы… Вот сейчас, да, пошло. Цепочки технологии. Я примерно то же самое делал при внедрении производственной карты, ну, вся на производстве коммерческого предприятия. Тогда каждый этапчик был разбит на маленький этапчик, да? Да, да, да. Эта идея не новая, еще в СССР была сделана концепция называть сетевое планирование управления. Она очень похожа на это. Вот. Считаю вот то же самое. Просто, грубо говоря, оно всегда было, этим пользовались, но что-то мы не видели нормальной реализации этого в современном общества. То есть, вот сейчас здесь должна показывалась такая развернутая цепочка, то есть здесь не только поле производственной муки и мука, а еще мука, то есть по самопроизводственной муки развернут. То есть, грубо говоря, можно эту цепочку сделать разворачиваемыми, да, и за счет того, что у нас информации в целом много, и, допустим, раньше разносилась по большому количеству листов бумаги, то сейчас можно, грубо говоря, все видеть в одном месте и разворачивать только те фрагменты этой производственной цепочки, которые действительно интересны. И они могут быть заранее введены в группы, которые имеют некий общий смысл, например, производства какой-то одной детали. в целом. Да, должны появиться Александр Сизов. Ну, не знаю, попробуйте обновить трансляцию страничкой сми, да. Может быть, она одновится, если он еще не одновился. Скажите, получилось все время. Так. Значит, я пока картинки, которые следующие хотят показать, будет еще. Я обновил. А, ну, он, что-то. Ну, вдруг. Интересные дороги. В смысле дороги? Ну, выглядели так, как дороги. Ты про... Нет, вот эти вот карты. То, как это выглядит, да? Ну, да. То есть, как это будет работать, ну, какая вообще идея, в основном? Ну, здесь, наверное, уже... Сейчас я скажу, то есть, я... Я сейчас скажу, скажем так, на самом элементарном уровне, да, то есть, как может выглядеть в этих же цепочках фиксация, допустим, потребностей или возможностей. Вот, а дальше, я думаю, Владу я слово предоставлю, он чуть лучше опишет эту идею, потому что я сам... Скажем так, еще-еще информацию о том, как устроено сейчас реальное производство, чтобы можно было попробовать... чей-то реальный производственный процесс переложить на эту модель. Посмотреть, как это работает. Да, Влад, можешь, в принципе, уже пока начать рассказывать, что у нас с картинками тут проблемы. Ну, в общем, тут будет отображена схема всех производств на всех территориях. И каждый человек сможет создать свою цепочку, будь то даже школьник. То есть, у нас тут же школьник становится... Ну, несет, так сказать, свое творчество не в какой-нибудь, там, Майнкрафт, а несет непосредственно в экономику страны или мира. Вот, то есть, он может создать модель, эту модель могут люди поддержать. То есть, он, допустим, создал простейшее там производство, я не знаю, там, муки той же самой, да? Вот, просто такую же схему начертил, сказал, что надо. Вот, люди начинают ее смотреть, по определенным критериям ее находят. Вот, после этого кто-то начинает уже, грубо говоря, ставить на участие в этой цепочке. То есть, когда достаточное количество ставок, то есть, все закреплены. То есть, грубо говоря, чтобы запустить по принципу викиномики цепь, нужно, чтобы все люди и люди, имеющие ресурсы, уже 100% не входили. То есть, плохо слышно. Плохо слышно. Что? Все пропало. Так. Алло. Алло. Подписание. Меня пропало. Для чего? Мой голос или что? Шеф, все пропало. Так, ну, в общем, смотрите, у меня такая есть идея. Меня сейчас слышно? Алло. Плохо. Прерывание. Ну, сейчас хорошо. Ну, в общем, есть такая проблема, вот, подвисание, да, давайте попробуем. Что, наладил? Либо, грубо говоря, ждем пока вот такая есть проблема, да, и не знаю, с чем это связано, либо у меня компьютер, да, такой, не выдерживает почему-то нагрузку, либо все-таки можно попробовать от скайпа, будет в следующий раз избавиться и попробовать мамбу. Он намного, скажем так, эффективнее и легковеснее. Там только звук, но, как бы, это не проблема, потому что есть, вот, трансляция через Twitch, можно его, как бы, и экран тоже показывает. Так, ну, как бы, запустилась какая-то реклама Warcraft, в общем, может, из-за этого все зависло. Ну, как бы, зависло все из-за того, что канал, грубо говоря, перегрузился, или не хватило вычислительной мощности его обработать. Ладно, вот, продолжим. Так, ну, в общем, после того, как каждый человек заносит определенную ставку в чем-либо, в каком-либо ресурсе, может, даже в деньгах, тогда эта цепочка начинает повышать свою популярность. То есть, люди делают все большую ставку на то, что они будут участвовать, когда их ставка, ну, становится приемлемой. То есть, допустим, тракторист говорит, что, там, я, допустим, ставлю, там, 10 тысяч рублей на то, что я буду участвовать в этой производственной цепочке. Тогда все начинают, как бы, друг другу доверять, и производственная цепочка запускается. Вот. Так можно будет не только запускать какие-то локальные производства, но и управлять экономикой в целом. Плюс иметь статистику о всех секторах всей экономики и начать уже заниматься планированием. Пока понятно? Кому-нибудь что-нибудь непонятно? Да, понятно, но мне непонятно вот одна маленькая вещь, типа, в чем мотивация участников, почему именно вот ставка? То есть, почему это не просто какой-то внесенный в часть проекта? Или я что-то недопонял, наверное? То есть, как бы, сам... Ну, тогда сначала. В общем, школьник создает цепочку, в которой все должны произвести муку. Кто-то получит... Вообще, физически ничего не получит. Университет, продукт, следующую. Делис продажа. Кто-то получит... И люди присоединятся к штукове. Наверное, лишние два поставки, потому что сейчас не нужно было с этим грудь. Просто это система стабилизации еще дополнительная. Ну, в общем, даже без ставок. Просто люди, грубо говоря, находят друг друга. Ну, в общем, ставки – это просто система стабилизации, чтобы люди никуда не пропадали. Ну, то есть, чтобы, допустим, тракторит, который подписался, а потом, когда в итоге он нужен, не сейчас куда-нибудь. То есть, он ставку на себя же делает? Да. Ну, то есть, как бы, вносит депозит за свой труд, а когда он отрабатывает, он забирает свой депозит плюс профиль. Да, естественно. Правильно, Кима. После этого, как мы сделаем возможность создания локальных производств, тогда уже следующая возможность будет создание производственных цепей по вообще всей стране, всему миру. То есть, грубо говоря, у нас будут удобные списки. Вот. Ну, не у нас, у людей, грубо говоря, будут удобные списки, в которых они без привлечения каких-то там управленцев или еще кого-то, или каких-то структур, которые там должны будут искать, или, ну, грубо говоря, они просто смогут получать всю необходимую информацию о том, что и где делается, что где производится, и подключаться либо к ближайшей цепочке, либо служить каким-то предаточным звеном другой цепочке, или обеспечивать транзит и так далее. То есть, и в итоге мы подходим к тому, что будут рождаться социумы, в которых, в принципе, деньги не играют никакой роли. То есть, они начнут производить все, что они потребляют, локально. Вот. Ну, деньги у них тоже будут, но они, по факту, будут им не особо нужны. Только для закупок того, что они не могут произвести у себя локально. Но это много, достаточно всего, что локально. Ну, ладно. Ну да, приблизительно 100 тысяч человек. То есть, 10 тысяч человек по предварительным расчетам. И порядка, по-моему, 186 производств крупных. А если они объединяются, то они становятся автономными. Ну, мы можем сейчас делать некую матрицу, в которую потом пригласить все эти производства. на основе вот этой программы. А как сделать? Ну, есть такая возможность. То есть, на основе ее можем мы сделать вот эту матрицу, вот этого идеального 10 тысячного или меньше тысячного города. Меня слышал, да? Да-да-да, без проблем, конечно, можно. Диаминная матрица города, в которую были бы вот эти вот все вакантные места, и, грубо говоря, там, разбирая аккаунты, но уже целевые. Например, там, плотники, плотницкий аккаунт, ну и так далее. Там, строители для начала, потом кто там будет выращивать, там, и так далее. Да, естественно, это задача для этой системы очень легкая. Так как в ней будет не только, допустим, схема транзита ресурсов, производств, но там же еще и будет схема интеллектуальных разработок. То есть, по факту, такие же схемы, только они будут логические. То есть, в ней будет некий инструмент от идеи до проекта, правильно? То есть, вот родилась идея, кто-то ее может завести в этой системе как идею, например, там, в разделе идеи. Она зарабатывает вот за это, да? Александр, так, у нас Влад отключился почему-то. Сейчас попробую перезвонить. Лично мое мнение, как бы, идеи, не знаю, наверное, нет большого смысла их хранить отдельно. То есть, группа говоря, существует и так огромное количество мест, где можно обсуждать идеи, да, в конце концов. Не, ну идея, понимаешь, это первая точка проекта. Раз, повтори, извините, я слетел. Да, да. Вот Александр предлагает сохранить идеи, чтобы потом от идеи можно было развивать проект. Я же все-таки думаю, что идеи сохранять не так важно, сколько дать инструмент, чтобы тут же можно было от идеи набросать сразу образ того, что мы собираемся делать. Ну да. То есть, так-то будет лучше, если идея будет сразу материализована в виде производственной цепочки или проекта, или плана. Ну да. Там, грубо говоря, будут сохранены, допустим, удачные производства, то есть, и человек может просто скопировать себе эту цепь и организовать свое производство, просто добавив других людей. Или немного видоизменив это производство. Ну да, там еще дальше понятно. Интересно. То есть, идея в чем, что отдельно, грубо говоря, строчку текста, да, хранить можно, конечно, описание этой производственной цепочки общей, но куда важнее, чтобы оно было уже не какая-то просто абстрактная идея, а чтобы оно сразу становилось не чем-то конкретным. Да, что-то у меня тишина. Еще какие-нибудь вопросы есть? Пока нет. У остальных? Жень, тебе стало понятно, что мы делаем? Ну, да, да, мне на 80% стало понятней. По сути, конечно, мы все делаем все то же самое, что все и все остальные делаем. Просто мы делаем немножко инфляции. А цепочки вы берете, о которых говорит Токаренко, правильно? Нет, мы их берем, на принципе, в экономике. В экономике, да и вообще, как бы, надо идти в технологический процесс, кто в них участвует, по-хорошему, мы должны их все время совершенствовать. То есть, снижая там затраты. Естественно, это может в такой понятной системе предложить даже, грубо говоря, вот опять же, любой школьник, то есть, он видит схему производства какого-нибудь ближайшего объекта, производственную цепь. Потом он понимает, что у нас есть такая-то технология, которая сокращает половину затрат. Он предлагает эту цепочку тем людям, которые состоят в той цепочке, либо ее организаторам. Вот, они смотрят и, допустим, кидают ему какие-нибудь нишечки на аккаунт. Вот. И берут его цепочку, либо просто берут его цепочку, говорят спасибо. Вот это, в принципе, экономика будущего. Ну да. На прошлой встрече... Вот эти проекты на основе чего берутся? То есть, вот эти идеи и так далее. Если у меня, например, идея взять и химические вещества, выпускать, понимаешь, и разливать их потом по природе, у меня такая суперидея, я так не... Коль сколько... Можно будет это остановить. Александр, смотри. Я вот недавно, кстати, буквально вчера смотрел... Ольга тут предлагала... Она делала некий список задач для того, чтобы создать альянс, кооперативы. И там я заметил очень интересную вещь, юридический вопрос. А как бы выглядел юридический вопрос на вот этой же схеме? И, в принципе, он даже сюда укладывается. То есть, на самом деле, мы можем загрузить, грубо говоря, базу данных законов текущего общества, например, и физически увидеть, что, например, на какой-то конкретной линии перехода из какого-то одного состояния ресурса в другой есть крестик, грубо говоря, маленький барьер, который поясняется тем, что в данный момент, то есть, переход из этого состояния ресурса в это состояние невозможно, потому что это запрещено законодательством на территории этого конкретного государства. Дима, скажем... Мне кажется, закон все вышло, куда повернул, туда и вышло. У нас внутри должна быть круговая порука, и сделаем, что хотим. Вот две системы. Ну, мы все на одной планете. Если мы все будем делать, что хотим, мы можем ее случайно... Нет, естественно, извини меня, мы уже все-таки на том уровне, что мы, например, бухать мы, например, с вами днями не будем. Даже если мы, может, бухнем разов, но уже, грубо говоря, какую-то из этого не сделаем. А другие ребята придут к нам и будут с удовольствием бухать, скажут, о, ничтях, мы с вами тоже новую экономику в кооперативе, но начнут бухать. И там барагозить. Что в этом случае? Это решается... Ну, во-первых, тут два интересных вопроса. Во-первых, производство чего-либо, что опасно или вредно для человечества. То есть, так как производственные цепи будут открыты, то большинство цепей будут открыты. Некоторые будут закрытыми, потому что там патенты и так далее. Те, которые будут закрыты, будут проверяться администратором. Те, которые открыты, это видит все общество. Допустим, что там в соседнем гараже производят метамфетамин. Но еще прикол этой системы и экономики, и современного товарооборота внутри интернета. Допустим, по примеру, огромный сайт занимался продажами оружия и наркотиков. И у него, по-моему, в день товарооборот в районе миллиона долларов был. Создал его студент. И там действовали... То есть, как государство с ним боролось. Но оно все боролось теми же методами. То есть, оно... Ну, типа, как покупало оружие. Ну, и на самом деле там устраивало засады и так далее. Вот. Но этот сайт... Но его там никогда не было в момент передачи оружия. Ну да. Это уже следующая система. То, что люди придумали систему дропов. Ну, то есть, они скидывают. Ставят ставку на то, что они там оставили. Вот. И другой человек, который покупает, тоже ставит ставку на то, что он получит там что-то. Если он не получил или они не оставили, тогда каждый решается денег в два раза больше, чем если бы они вообще этим ничем не занимались. Вот. И им это невыгодно. Подожди. Подожди-ка. Не понял. Не спросилось. То есть, мы с тобой. Я тебе продаю оружие, ты мне покупаешь. Так. Ну, примерно. Ну, и мы ставим на сайт посреднику по два раза больше сумму, чем... А, удвоенную сумму. Ну, да. Если сделки, она не удвоенную сумму сделала. Опы, лишаются двух сумм, а этот зарабатывает четверную сумму. Ну, да. Если что-то не срослось, грубо говоря, тогда выиграться только сайт. Да. Дальше. Вот. И, в принципе, государство с такой штуковиной боролось старыми методами. Ну, то есть, там... Ну, как оно борется сейчас. Вот. Но сама система, тот сайт, он был создан специально для продажи оружия и наркотиков. Вот. И у него как бы все было скрыто и так далее. В этой системе будет все открыто. То есть, то, что будет закрыто, оно будет моделироваться, моделироваться администраторами. Вот. И противозаконных действий, и вреда для человечества. А вот такой системы просто ввиду того, что она более рациональной, не будет. Вот. Ну, может, конечно... Ну, в крайнем случае, это очень быстро отслеживается. Потому что можно просто поисковый запрос по этой системе сделать. Грубо говоря, посмотреть все запущенные производства такого-то вещества или такого-то ресурса. И это сразу будет видно. Будет видно, кто это делает. А также вычислить всех людей, которые принимают в этом участие. Потому что без верификации, без, грубо говоря, участия в одних производственных цепочках нельзя. Допустим, грубо говоря, если ты только что купил трактор и не умеешь на нем ездить, то тогда твой рейтинг для того, чтобы большое поле копать, допустим, он будет низкий. И какую бы ставку ты ни ставил, люди, которые будут создавать цепочку, поймут, что тракторист с тебя никакой. Потому что просто у тебя до этого ни одной сделанной работы нет. А за все старые сделанные работы с кем-либо в какой-либо цепочке у тебя на аккаунте появляются связи. То есть, тебя и каких-то людей. То есть, получается, твоя личность все больше и больше верифицируется. И есть все больше и больше круг людей, которые тебя знают. И есть большая и большая вероятность, грубо говоря, тебя найти, если ты начнешь метамфетамин производить. То есть, людей-то больше начинают тебя знать и это все видят. Ну, грубо говоря, если человек хотя бы один раз успешно завершил производственный цикл, например, в роли тракториста, то дальше его система автоматически начинает предлагать всем, кому нужен тракторист. А если он, ну, как, в роли тракториста, там, не знаю, как, он ужабывался, там, не знаю, съехал в реку. Ну, тогда... Не, ну, во-первых, там... Все будет фиксироваться, то есть, удачи и неудачи будут фиксироваться. Это будет зависываться в истории, грубо говоря, у каждого в пользу. Да, и также еще, допустим, когда люди завершают производственный цикл, а таких циклов, допустим, может быть, они один поставят производственный цикл и будут его там сто лет подряд делать, там, по кругу. Вот, но, скорее всего, там, грубо говоря, производственные циклы будут там в единичном или там, ну, где-то в пятеричном экземпляре максимум, потому что, ну, мы не в той стране живем, где есть там надежда на то, что это там будет работать долго. Вот, так что, после завершения каждой цепочки, каждый там может оставить свое мнение относительно цепочки каждого участника. То есть, все это в анкетах будет запиваться. Вот, там, вот, можно реализовывать. То есть, я бы определил, ну, парня, главное, давайте дальше полейки. Вот, ну, я, то есть, мы, короче, выделялась где-то 20 минут, это выделяется. Не то, чтобы все вопросы покрыть, ну, покрыть, первым мы говорим, и уже приступить к практике. Ну, сейчас только люди подключались, подключались. Так, вопрос давайте такой. Если вопросы не остались, давайте мы их буквально еще минут за пять закроем. Вот, и уже оставим только тех людей, которые действительно готовы либо наблюдать за тем, как мы будем сейчас практику делать. То есть, по сути, за клавиатурой буду я, да, дальше, допустим, могут комментировать, советовать, просто обсуждать, что происходит. Вот. Ну, либо могут даже, кто-то, если захочет, прям подключиться к каким-нибудь соседних, или предактировать, еще что-то. Уже, собственно, есть список задач, но вот он давно, сейчас и вчера, что я опубликовал, можно по нему двигаться. Вопросы еще какие-то есть сейчас. Только у меня звук накладывается. Откуда у тебя звук накладывается? Ты сейчас трансляцию смотришь? Отключи звук с трансляцией. Да, если звук накладывается, трансляцию просто выключишь. Понял. Да, все, понял. Так. Ну, хорошо, тогда следующий вопрос. Кто-нибудь, то есть, кто из присутствующих готов на практику? Да, я готов, но у меня вопрос, надо ли устанавливать пол какое-то дополнительно. Не надо. Я готов, конечно. А в чем она будет заключаться, что у вас? Ну, например, сейчас две самые насыщенные проблемные задачи, да. Например, на телефоне, на айфоне, невозможно раскрыть часть производственной цепочки, потому что не работает двойной общек. Надо придумать, как это сделать на телефонах, чтобы на телефонах это можно было тоже смотреть. Ну и, соответственно, следующий больной вопрос. Как это дело редактировать? Угу. Квадратиками. Понятное дело, что квадратиками. Нужно проработать детально весь процесс и сделать, чтобы он работал. Я остаюсь на практике. Так. Ну, в общем, давайте так. Если просто вы не хотите оставаться на практике, то просто отключайтесь. Если остается, то остается, то давайте больше пойдем. Так. Значит, Влад. Значит, практика у нас происходит в основном на так называемой виртуальной машине, которая предоставляет сервис Cloud9. Cloud9 – это система совместной разработки программного обеспечения. Вот конкретно ссылка. Так как этот проект, грубо говоря, мы используем бесплатный аккаунт, он для чтения всем доступен всегда. То есть можно по ссылке, которую я сейчас скинул, зайти и увидеть виртуальную машину, на которой это все располагается. И, соответственно, все файлики, из которых это все состоит, мы, соответственно, эти же файлики используем для того, чтобы тот сайт, который я первоначально показывал, отображать. Так. Ну, и в принципе, как бы, процесс разработки достаточно прост. Мы делаем некоторые эксперименты на виртуальной машине, Cloud9. Как давайте мы понимаем, что мы дошли до чего-то стабильного и имеющего интересный смысл. А потом мы это выкладываем в репетиторе в гитхазе. Оттуда вообще любой разработчик или даже обычный человек может просто архивом целиком скачивать и все проекты и попробовать его сюда. Ну, то есть мы сделаем сразу все соответственно входным кодом. Что касается технологий, которые используются, это HTML, CSS, JavaScript, ну и, соответственно, еще один из векторных форматов, это SAD. Так, данные вы посмотрите. Вот. Вектор сейчас удобен, потому что существует огромное количество разных устройств, у всех у них разный размер экрана. И вектор всегда удобен, потому что вне зависимости от того, какого размера экрана, он всегда будет выглядеть, грубо говоря, качественно. Вот. Растер много не способен. То есть если его... Кто не способен на это? Растер? Растер, да. Качество картинки будет ухудшаться, если мы будем его увеличивать. У вектора такого не будет, потому что мы, по сути, видим в себя четкую линию, например, в векторе, да, а в растре это линия превращается в квадратику, мы становимся больше. Так. Так. Я пока немножко, наверное, про кооперативы расскажу, потому что не рассказал ребятам наверняка интересно. Ну, давай. Да, да. Все сейчас прослотся в видео? Да, да. Да, вижу. Даня, а ты тут? Данил, ты тут? Тут, тут. Ага. В общем, смотрите, на всем вам сейчас Влад будет рассказывать, пока я тут. Сам вспомню, что вообще происходит. Пока мы будем рассказывать. Ну, давайте немножко про кооперативы. Вот, Никитина отключилась. Жалко, наверное. Ей бы была эта информация полезна. Ну, у нас как-то на опережение слышится. Да, она слышит. Ну, в общем, смотрите. Тут будет предусмотрена работа, то есть у каждого пользователя будут атрибуты в то, что он, допустим, он может входить в кооператив, в сеть кооперативов, ну, во что угодно, в производственный кооператив и так далее. То есть, грубо говоря, по организации какой-либо производственной цепочки будет удобный формат, что эта штуковина может автоматически получать все необходимые документы, включая бухгалтерию, через сайт непосредственно. То есть, грубо говоря, вся бумажная работа будет внутри сайта завязана на огромную 1С-бухгалтерию, которая будет все это делать автоматизировано. Вот. И по факту человек может там регистрироваться. Может быть, у нас получится даже дать для того, что мы сможем сделать так, чтобы бухгалтер больше не было в жизни по импорам. Ура! Мы сможем за ним сразу все печатать. Ну да. Вот. И, грубо говоря, люди, которые там уже объединены в производственной цепи, смогут пару кликами мышки вступить в какой-нибудь потребительский производственный кооператив, а также каждый человек, который присутствует в этой системе, может закупать продукты производства тех или иных цепей просто тем, что он сделает ставку на то, что ему что-либо нужно. То есть, грубо говоря, человек говорит, я за год потребляю мешок картошки. Вот он говорит, делает ставку, допустим, один рубль, что ему нужен, мешок картошки. Вот. Создать производственный кооператив. То есть, запускается, ну, перед запуском производственной цепи, происходит момент, что все унистили, доставить, там своя биржа есть. То есть, те, кто говорит, что мне нужно картон, «Система массовых покупок» становится системой, то есть, единичных пользователей, которые просто говорят, что им что-то нужно. все уже предусмотрено, короче. Есть вопросы? Вопросов не видно. Нет, на самом деле, я все изначально хочу понять, то есть, как формируется вот это вот. Я хочу мешок картошки, то есть, мы, те, которые хотят картошки, объединяемся по потребности, правильно я понимаю? В некий кластер кооперативный, которому сходные потребности, и для него создается, ну, это как бы правильно. То есть, если мы хотим создавать то, что хотим, то мы должны как бы заявить то, что хотим, то есть, заявить свои потребности, вот, проблемы... в коем, то, что не деменциалы, по-моему, Субтитры сделал DimaTorzok У меня вот компьютер очень, скажем так, я, возможно, у меня есть предположение, с чем может быть связано проблемой, но, да, конечно, здесь проблемы с интернетом, потому что у меня трансляция идет двойная получается, да? Да, двойная. Можно отключить, например, схему, то есть, или показать нам какую-то новую схему, мы ее увидим, там, сфоткаем или запомним, и уже дальше объяснять без трансляции, потом включить ее ненадолго и дальше. Хотя сейчас все рассосалось и слышно хорошо. Не хватает, на самом деле, графической иллюстрации того, что вы рассказываете. Можно сделать, чтобы кто-нибудь другой просто стал сервером. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неа! Никак! Вот, сейчас нормально. Ну, короче, это вообще не вариант. Включился и стало хорошо. Я от тебя слышал, Влад, хорошо. Ну, да, я не отключился. Да, у меня, грубо говоря, на пустом компьютере, на котором ничего кроме Skype не запущено, 20 человек нормально вообще можно слушать, а как больше 20-22 становится, то все уже. Ну, у меня тоже, в принципе, сейчас особо ничего не запущено. Тоже. Здесь, значит, я еще записи делаю. Алло. 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 Так, ладно, я пока тебе включу трансляцию. Надь, ну, можно пока следующую трансляцию показать. Что случилось? Продолжение следует... 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 И тишина. Так, Евгений Долгожитель. И Атин. Ну, в конференцию я их перепригласил. Так, Ольга и Данил, вы сейчас сможете говорить? У вас сейчас все работает? Работает. Все работает. Хорошо. Жень, ты тут? Да, это выход. Поехали. Что-то я потерял ссылку на трансляцию. Ты можешь ее в чате поскинуть? Хорошо. 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 Смотри, блин, скайп какой ненадежный стал в последнее время. Жень, ты тут? Раз, два, три. Жень. Да, да, да. Я тут. Так, ну все, пока все не отрубились. Ребят, все слышали про кооперативы? Задайте вопросы, кому что-нибудь понятно про то, как кооперативы устраиваются в эту систему. Часть речи была заживана помехами, поэтому фиг разберешь, что там было. Ну да, я не знал. Короче, каждый человек, там будет система... Так, а у нас еще был один человек. Так, а он не с вами, Женя, Оля, Даня? Он с нами, но на другом этаже. Пипец проблема. Вы не можете его позвать? Кого? Ну я вообще на горшке сижу. Ну тогда он. Кого его? Ну, в общем они там все вместе живут. Ааа, ты просто у него. Ну ладно, чтоб паузы не было, тогда все-таки проект по кооперативам. Еще разок повторюсь. Не знаю, что зажевано, что не зажевано. В общем, система, во-первых, оптовых закупок, там люди никуда не входят массово, то есть им нужно отдельно просто заявить в системе, что у них есть такая потребность объединяться ни с кем, ничего им не нужно. то есть они просто сказали и им продукт, ну грубо говоря, продукт в итоге система нашла. Вот. Второе. Весь товарооборот в кооперативах и вообще вся бумажная хирота будет самой же системой через специально, допустим, созданную юридическую компанию, которая просто имеет право верификации подписей. Грубо говоря, все документы просто высылаются там по почте, либо можно подъехать там какие-либо офисы и все это сделать. Вот. Либо какой-нибудь там сторонней фирмы, которая имеет это право участия в данной системе верифицировать подписи. Вот. Так, опять все послетали. Вот. Короче, все документы, всем кооперативам будут и вообще любому человеку, который хочет что-либо сделать, то есть ОООшку открыть, все это прям будет внутри системы, и вся бухгалтерия тоже внутри системы. Также он может войти в любой кооператив, который там будут отображены и получить документы, переделанные программой под него прямо в ту же секунду. Вот. Еще, ну так же для товарооборота непосредственно через обычные бухгалтерии, то есть на внешний рынок для тех, кто не в системе, то есть там тоже будут высылаться все необходимые там счет фактуры, всякая вот эта ерунда. вот. Люди там также смогут организовываться кооператив, союзы кооперативов и так далее. То есть двумя кликами как бы он входит в любой кооператив и в нем существует. вот. То есть это уже будет такая штуковина, где, грубо говоря, любой школьник вместо того, чтобы играть в Майнкрафт, может, я не знаю, устроиться, обрабатывать какую-либо там часть какой-либо цепи и все как бы играть просто в реальную жизнь. Вот. А документы все ему выдадут. вот. Есть вопросы? Вот я все прослушал. Соединялся. А я подрубал Турковского, тоже все прослушал. С какой по какую минуту мы пропустили, что смотреть? Ну ладно, проще мне быстрее заново сказать, потому что тогда на вопросы я не смогу ответить прямо сейчас. То есть, короче, во-первых, кооперативы. То есть любой школьник может тыкнуть клавишу, пойдет в кооператив. Во-вторых, любой школьник начинает участвовать в цепочке, хочет свою ООО или войти в какой-нибудь союз кооперативов, просто тыкнуть кнопочку документов, все необходимые, включая 1С бухгалтерия, будут встроены. Да даже это не нужно самому иметь. Это просто будет в системе. И у него в папке будет храниться. И у нас будет отдел, который будет заниматься бухгалтерией уже системно, как кооперативом или общим. Алло, алло. Ну, да. Никакому не школьнику, не начинающему вообще об этом заботиться не надо. У него главная задача свою идею доводить до ценного конечного продукта. Ну, да. То есть, все проблемы, с которыми сталкивается сейчас население и в результате чего ничего не может произвести, как раз решает эта система. Ну, во-первых, она решает проблему коммуникации и понимания вообще, что где творится. Ну, нас не надо агитировать за советскую власть. Мы сами ждем и дождемся, когда у нас все появится. Так, вопрос. Вот по поводу, как формируется задача. Вот я тот вопрос не услышал ответа, потому что расконнектились. А как формируются цепочки? Нет. Как формируется вообще, в каких именно проектах мы нуждаемся сейчас? Я как понимаю, это понятно только из спроса и как бы вот как это реализовано в системе технологически и вообще. Не понял вопрос. То есть, весь кооператив для чего создается? Для того, чтобы удовлетворять потребности друг друга силами друг друга. То есть, скооперироваться таким образом, чтобы ввести натуральный обмен. Ну, да. Плюс уйти от налогов в некоторых случаях. И плюс за неимением, допустим, ресурсов в виде денег войти в производство ресурсов. В производство, да. Войти трудом и так далее, чем угодно. Да. То есть, это трудом. Да. Но мы когда понимаем, что мы хотим. Вот мы же, по идее, для чего вся кооперация? Она определяет, что нужно населению. Точнее, до этого, до нашего момента, до сегодняшнего дня, этого еще не было внедрено. А это важнейший, как бы, механизм. То есть, это некий предзаказ необходимых товаров. Я, например, вот такую цепочку уж к слову тогда. Например, я заказываю какую-то деталь. Я знаю, что ее еще нету. И вообще ее надо произвести. Я ее описываю. Нет. Лучше с простого. Я просто заказываю какую-то штуку. 10% ее оплачиваю. Тем самым подтверждаю, что я ее выкуплю через какое-то время. Либо теряю эти 10%. Производитель, получив эти 10% и со многих других, может уже, по сути, отгрузку осуществлять. Но ему нужно подкрепиться чем-то. То есть, я могу получить уже этот товар, уже сейчас, и плавно начать выплачивать его взаимозачетами внутри кооператива. Для этого кооператива вручится за меня, как за покупателя, выдав вексель производителя. что нужно с этим товаром уже. И плавно производитель получает там свои, в рамках уже, ну, кооперативной схемы он уже получает свои какие-то погашения вот моего товара вот этого. Ну да. Еще круче будет в результате. Потому что там начнут внутри системы ходить не просто денежные там знаки, а ходить ресурсы. Да. То есть, так же, как и в биткоинной части нулевых. Да. Ну и так далее. Еще репутационная репутация, я считаю, должна быть, ну, как-то тоже. То есть, вот это электронное слово, там, проекты. Ну, репутацию, опять же, если у нас будет запись фактов, да, которые происходят в процессе любого там взаимодействия, да, то мы эти потом факты можем автоматически оценить. То есть, если кто-то, опять же, в этой системе можно набросать не только производственную цепочку, но и алгоритм. Да, если кто-то набросает алгоритм, как оценить некоторые факты, которые есть в этой системе, в соответствии для их пользователей, то, выполнив этот алгоритм, мы всегда можем просто получить эти данные потом. То есть, нам самое главное фиксировать факты. Что произошло? Вот я об этом же и говорю о спросе. Я говорю, что нам вот самое главное, на самом деле, вообще во всей этой нашей схеме, это фиксировать и создать этот, как бы, климат. Это и есть, как бы, инвестиционная привлекательность, когда мы не сидим на попках и не ждем пока, ну, вот, денег нет, что же делать, денег нет, ну, сижу на попке. А на самом деле потребность глубочайшая у тебя в чем-то, но ты ее никому не говоришь. Здесь у нас есть возможность заявить потребности, тогда мы понимаем реальный спрос. Другой вопрос уже это платежеспособность, не платежеспособность. Это уже другой вопрос. Это уже когда производители дадут нам там квоты свои, мы скажем, вот, есть такая штука, на каких условиях. Что интересно, здесь сами вот я картинки, в принципе, присылал, сейчас попробуем еще раз повторить. они в виде ссылок, например, вот если у нас есть конкретный спрос, да? Я это даже схематически зарисовывал. Вот я сейчас кидаю ссылку. Кидаю? Открылась? Сейчас секунду. Да, вот вижу. По сути, любой спрос – это та же производственная цепочка, только совершенно примитивная. То есть слева у нас знак вопросов, то есть она не закончена. Мы не знаем, откуда появится этот ресурс. Однако мы знаем, чего мы хотим. Это и есть конкретный ресурс, которому мы можем дать описание. И из этой потребности мы сразу, если мы храним это в виде вот таком, да, что это сразу производственная цепочка, по сути, но отображаться он может иначе, да, допустим, просто у человека есть список всех потребностей. Он может нажать одну кнопку и сразу перейти к редактированию этой цепочки. Например, ему надоело ждать, он начинает производство придумывать для своей собственной потребности. Да, нормально. И также можно уже придумывать, как бы заявлять о том, что я хочу вот такую вещь. Ее еще не произвели вообще нигде. Мне нужно, чтобы тут была гаечка, тут винтик здесь, то-се, туда-сюда, понимаешь. И вот какой-нибудь FabLab, получив этот заказ, тут же как бы оценивает его по технологическому уже. Наоборот, можно видеть еще список активных потребностей по всей системе, да, и видеть список реальных проблем, которые нужно вот прямо сейчас решать. То есть это будет, по сути, для любого предпринимателя, изобретателя, кого угодно. Это отличный ресурс для того, чтобы, грубо говоря, знать, что реально мы не видим. Я полагаю, Александр и Евгений отключились. Да, слышу, я отойду буквально на пару минут. Александр, можешь еще раз про звон с ним кинуть? Александр Турковский, Евгений, Ольга. Окей, сейчас. Спасибо. Александр Турковский, Евгений, Ольга. А можно сделать, чтобы мы там все-то втроем были с нового компьютера? И так, может быть, и обрываться с людьми будет. Наде вам пиккини. Жень, меня слышишь? Да, да, слышу. Смотри, можно сделать так, чтобы вы все были сидят на компьютерах? Ольга, Александр. Так просто будет надежнее, чтобы не было сидя с нами. Ну, вот сейчас мы вдвоем с Ольгой здесь, но Саша на другом этаже. Ну, как-то перетащить его сюда не представляется. Саша, ты тут? Да, 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 все, вот включился. Ну, может, ты перейдешь сюда, на первый этаж? Сейчас. Как из одного компаса мы вовсе были? Ну, сейчас попробуем. Дайте мне пять минут. Да, сейчас СВА тоже как раз дошел. И еще раз повторю, потом, чтобы все остальные, что... Ну, тогда все остальные, что все остальные, что... Ну, тогда все остальные, что остальные, что остальные... Ну, тогда интернатор сконнектался, да? А у нас тут все рвется, я смотрю. Вот Ольга, Евгений Александрович, одна и та же точка, и она рвется у нас регулярно, я смотрю. Ну, тут может коннектик развелся. Ну, ладно, ладно. Алло, ладно, нет сейчас это? Сейчас он подойдет. Сейчас парни. А сейчас запись идет? Да, запись идет. Я первый раз выложу как-то без редактирования, но потом можно будет большую часть заменок вырезать. Ну, да, лучше вырезать, чтобы это... Не отвлекать людей лишними минутами. Костя, а где-то сейчас идет трансляция чего-то, куда стоит смотреть графически? Ну, я транслирую на всякий случай того, что я сейчас делаю. Я как бы исходный ход сейчас смотрю. Вот. Думаю, это же одну задачку наметил, что дальше делать. Выяснилось, что... Тот движок визуализации, который сейчас используется, он не поддержит это выражение отдельно стоящих связей. Ну, то есть, вот этих квадратиков. Да. И получается, что... Для процесса редактирования это может быть важно, потому что нам нужно... Нужно просто отдать... Вот, ну, эти квадратики, как сразу, где-то, а потом с ней что-нибудь следующее. Но сначала нужно, чтобы ты... Ну, сейчас пытайся забраться, где это ограничено. Я вижу твой код. Лай-аут. Санки. А это JavaScript или что это? А вообще вся система будет на JavaScript? На чем? На PHP будет написано? Нет, никакого PHP здесь не будет. Я думаю, что никогда. Ни в коем случае, потому что PHP это очень медленный язык. Он еще архитектурный, не очень качественный. Здесь будет использоваться на первое время JavaScript, потом, скорее всего, будет подключена разработка данных, которые я использовал, или делал несколько лет назад. Так, опять я сейчас отвечаю, но пустоту. Александр и Евгений включились. Причем интересно, Даня сейчас слышит, а они слетели. Да, Даня в другом месте. А, точняк. Да-да. Алло. У вас опять связано. Так вот, будет использоваться сейчас, на первых порах только JavaScript, а PHP использоваться не будет. Вот. Еще, возможно, я доведу до того состояния свою разработку, которую я приведу за этого, баз данных, где мы непосредственно сможем использовать ее для хранили, но это не критично, потому что существует огромный кризис вариантов баз данных. Вот. Грубо говоря, единственная разница моей баз данных от того, что существует сейчас на рынке, в том, что она хранит непосредственно сами связи, и связью она может обозначить, то есть, любая связь может сворачиваться в точку. Вот. Но за счет того, что есть однообразие структуры... Это так, это так, я не понял, в точку, то есть, завершится, что ли? Связь может сама в себе начинаться и сама в себе заканчиваться. Если на русском, то это звучит так. Из-за этого она сворачивается в точку. Но за счет того, что у меня есть это единообразие, структура данных, существует только связи, ничего кроме этого, элементарная, минимальная структура данных, мне удалось, скажем так, достичь производительности до 100 тысяч раз, точнее, от 100 тысяч раз быстрее, чем существующие обычные. Очень правильный подход, на самом деле. То есть, его можно отдельно хранить, как маршрутизатор, вот этот твой блок, модулятор, который все запоминает, ссылки, а все остальное хранить, наверное, на хардах уже, расшифрованную. Моя база данных, она работает непосредственно с файлом, и файлом является собственно базой. Файл является собственно базой. Здравствуйте, на чем работает моя база? Ты сказал, работает, но что-то. Я стремлюсь к тому, чтобы она работала непосредственно на ассемблере, то есть, максимально близко к машинному... к ядру. Да, но в данный момент она написана на обычном C, который транслируется достаточно качественно в машинный вид. Где-то есть вставки на ассемблере, но для экспериментов используется C-шарп, где есть огромное количество инструментов для файл. То есть, пока это экспериментальная разработка, но я не так долго довести для того, чтобы она стала надежной для здания. А вот визуализация, как... А визуализация на JavaScript, потому что нам нужно, чтобы человек из любого устройства, которое у него есть, мог зайти сюда. Да, я, конечно, самый лучший. То есть, например, есть и проект Pandora, Что-что? Например, проект Pandora, это распределенная социальная сеть, как бы отдельно от интернета. Но мы пытались установить на Windows и на Linux и у нас не получилось. Буквально там она как-то сразу же работала нестабильно. Что же касается JavaScript и HTML, то он открывается сразу в любом браузере и сразу видно, есть какие-то недосчеты их легко быстро поправить? Ну да. У нас как бы ничего останавливать не нужно первое время. Не надо ни в чем разбираться в обычный раз. Просто открыл ссылку и у тебя же все работает. А на iPhone например уже можно этот сайт сохранить в виде приложения и просто нажать на кнопочку у себя на экране и у тебя сразу открывается это приложение. Ну, так оно и должно быть. То есть, у нас в устройствах все скачано. Там же туда вмонтирован модуль сканирования и автоматически выдаются вот эти вот QR-коды любым устройствам. Можно распечатать, присобачивать. Таким образом мы как бы к ресурсам сразу как бы можем там всякие там как это называется учетный номер присваивать там и грубо говоря транзакцию уникальной сделки тоже делать таким образом. То есть, возможности колоссальные на самом деле получается. я на предыдущей встрече рассказывал такой пример. Мы можем просто купить тот же Microsoft HoloLens датчики нереальности. У него есть полное 3D-сканирование нереальности вокруг человека. Я привозил пример. Заходит человек в комнату видит например стойки с коробками. вот эти очки в данной верности он продолжает видеть что вокруг него но они искаживают постоянно что происходит. И например если начинает перемещать какую-то коробку это сразу же может записываться в нашу базу данных что у него ничего не изменяться позиции. Она перемещается в пространстве. Дополненная реальность это называет. Они позволяют что он может еще увидеть эту коробку и очки сразу просканировать например поняли в какой позиции она находится сдали запрос на что в этой позиции находится если бы наша база данных ответила и даже QR-коды не нужны. Она сразу говорит что в этой коробке такие-то вещи. Человек перед глазами возникает особое запрещение. Это мы можем вшить программу и грубо говоря наводя айфон вместо очков наводя айфон. Можно тот же эффект получить. Ну когда же мы уже в эту пору прекрасную придется жить в ней тебе? Ну вот уже близко если честно то исходный код который мы использовали он не полностью было нами сделан мы просто собрали и как именно он устроен можно было прожидать с стороны так что может быть у кого-то будет какие-нибудь идеи того что это можно подключить нам нам нужны идеи только те которые применительны к данной ситуации то есть что конкретно сейчас мы по штурму поэтому что мы сейчас хотим это нужно чтобы можно редактировать как я вижу дать возможность использовать в любой точке создать например квадратик какой-то ресурс или допустим внутренне изложенной цепочкой тоже является информационной вопрос как бы как сделать так чтобы отображался потому что текущая реализация она почему-то запрещает визуализировать отдельный квадратик стоящий в пустом пространстве если нет то есть ограничение стоит если вновь создаешь и от него все пойдет такая же должна быть я попробую это сделать но не получилось если сейчас видно мой экран или можно даже мою страничку я добавил еще один блок от муки отдельно да не надо производство муки мука на неделю вот вот этот последний квадратик он отображается только если есть связь красный квадратик да красненький квадратик да цвета конечно могут отличаться если вы смотрите на него стрелку как бы инициатор инициирует этот квадратик и от него инициатор инициатор равно инициирует сам процесс есть некий инициатор он 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 не обязательно контролер процесса просто инициатор ставят первый квадратик типа идея но там немножечко по другому сделан там грубо говоря каждый квадратик это либо работа либо ресурс и у него есть атрибут в качестве владельца то есть потом сделаем то что в каждом квадратике будет определенные меню с таблицей выкидываться огромным там можно будет и посмотреть кто допустим хочет присоединиться так далее кто делает вот также грубо говоря если это работа то там будут список людей допустим в начальном этапе которые хотят заняться этой производственной цепью их ставки вот вот и грубо говоря ну в общем я пока не смог придумать хотя бы одной цепи в которой нужен был инициатор как отдельный объект может быть допустим разработка проектной документации то есть инициирующим объектом ну скажем так как бы есть существенные вещи да то есть существенные связи существенные дельты которые нужно отображать есть вещи несущественные которые можно отображать но отдельно например мы можем там провокнуть к мышке нажать на этот квадратик да выбрать свойства откроется отдельная страница где будет написано кто его создал и так далее то есть и вообще все характеристики описания этого квадрата потому что сейчас от SQL уходят потихоньку люди и сейчас в моде так называемые no SQL баз данные даст баз данные со свободной типизацией то есть у них нету заранее заданного списка свойств объекта то есть объект может в режиме реального времени расширяться то есть он может просто открыть страничку этого объекта и тут же начать его расширять новыми характеристиками дополнять изменять там присоединять и так далее потом если этот объект участвует в какой-либо цепочке мы можем при этой цепочке про строительство про строительство для нас отвечу наверное на вопрос Ольги по поводу оценки труда это очень интересный вопрос вот вот Коль можно или перебил по моему да в общем как таковая оценка труда других участников не требуется вовсе потому что там есть определенная работа и человек когда входит в производственную цепь говорит что он может ее выполнить вот если он не выполнил тогда грубо говоря ему меньше исходного продукта достается потому что там все измеряется либо в конкретном сделанном деле либо в процентах от выполнения работы то есть допустим в гектарах там вспаханные земли там либо в конечном натуральном чем-то выражении ну да то есть работало 10 трактористов чтобы вспахать 10 гектар земли но один из них прилег поспать и 9 трактористов вспахали за него 60% его труда работа выполнена на 100% 10 трактористами каждый получил по 100% вот по Водянову они когда будут заканчивать поле они должны выйти с поля и тут же по Водянову себе распределить закрытым голосованием кто за что то есть оценки должны быть вот я анкету скинул в Дейнховцев пацанов с нашей Пандорой чикпок раз-два и поставили чикпы или как там я анкету скинул посмотрите вот уже реальная анкета действующая системы оценки их может быть несколько да вот вы уже говорите по Водянову еще по типу да их всем можно внести в систему если команда хочет она может все оценить хочет может все не оценивать ну нет секундочку вот мы немножко наверное недопонимаем общую схему кооперативную то есть если мы внедряем схему чертаевскую то там отсутствует получается уже этот как бы ну не то что труд то есть то есть получается что все вдоль от готового продукта Александр это система которая существует не только для кооператив да она для кооперативов будет адаптирована но то есть они не стараются это сделать но она также должна позволять любому школьникам организовать просто команду грубо говоря на коленке записать себя и просто начать что-то делать чтобы они сами не запутались что в какой последовательности делается и кто за это отвечает за каждую конкретную задачу я не до конца ответил на вопрос все-таки во-первых тут лишено смысла использовать разные системы оценки труда потому что тут фактически труд оценивается по сделанной или не сделанной участку цепи то есть если это 10 трактористов тогда создается просто 10 объектов трактор у которого есть атрибут тракторист и каждый отвечает за определенный кусок земли вот то есть если кто-то не доделал работу тогда он как бы не сделал работу то есть тогда получается что допустим кто-то делает это за него то есть тут у каждого объекта есть четко выраженная задача которую он должен выполнить система оценки непосредственно как там грубо говоря все что лежит на шкале оценки межличностной допустим вот там каким-то трактористам не понравился вон тот тракторист вот лишено всякое вообще рациональности то есть ни в коем случае нельзя давать вообще возможность людям оценивать труд друг друга в процессе вообще работы потому что это ну абсолютно нерационально то есть это во-первых невозможно в силу человеческого мышления во-вторых ну после то возможно то есть сразу после работы только до подожди ну как вот мы с тобой после человек допустим вот собралась группа людей тем более что такие эксперименты уже проводились и показали высокую эффективность мы опять велосипед изобретаем да то есть если группа людей провела определенную работу как это невозможно ее оценить мы выставляем просто баллы от одного до десяти если это качественно выполненная работа то человек получает за нее а если он напортачив просто такие процессы они постоянно возникают из них ничего не развивается и это самый основной вопрос а получается что его отводят на какой-то такой как бы что это не нужно нет мы говорим об одном и том же только я говорю о том что там все работы они будут забиты до начала производственной цепи то есть ну хорошо допустим я взяла на себя десять задач да я их выполнила но выполнила их некачественно а и требую от вас чтобы вы мне компенсировали мою мой вклад в трудовых затратах в конечный продукт да 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 вот как бывает там строитель работает работает ни хрена не доделал все испортил результата нет а деньги требуют и деньги требуют говорю я вложила в этот проект трудом два года своей жизни а вы мне не отдаете мою долю в этом продукте а вы мне говорите ты чего не понимаешь что нам разрушила полностью процесс из-за тебя там порушили стены из-за тебя мы не попали в сроки и прочее не такое 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 да ну и действительно будет только это не это как-то акт о приемке сделанных работ да да именно в таком во первых было сделано или не сделано за сколько было сделано по времени да мы должны принять работу друг друга да да именно принять оценка не личная оценка по десятибалльной шкале такой момент вот мы например с Ярославом тоже вот эту вот по системе проводя на пробуле проводили вот провели беседу там было 4 человека после этой беседы друг друга оценили да получилось что нашлись нашелся человек которого получилось меньше всего балла естественно один человек который больше всего было мы сравнили друг друга относительно друг друга что из-за этого психологически происходит тот у кого меньше он обижается а тот кто у кого больше груди он зазнается что он такой хороший и так далее но есть другая система можно просто всем сказать что у него плюс один плюс один плюс один то есть все провели сделали некий фрагмент деятельности все они могут быть в этом процессе равны Кость понимаешь ты сейчас правильно говоришь да там этот обиделся это детский сад такой если ты изначально твоя цель этот продукт улучшит ты будешь работать лучше и будешь копать лучше и будешь строить лучше и тогда и твой труд будет оцениваться лучше а если ты изначально халтуришь то о чем здесь можно говорить Оль перебью тебя вся эта фигня из-за того что ладно все на самом деле я прекрасно вижу как это реализуется но алгоритм дайте мне пожалуйста я сейчас его сразу этот алгоритм начну внедрять на уже действующих людях которые делают какую-то работу потому что вы говорите мы знаем как это делается алгоритма нету нету его я вот сижу давайте я еще раз попробую без перебиваний рассказать вот просто можете вот меня прям вот три минуты прям слушать и вообще прописать нарисовать можно одной картинкой прописание алгоритма пошаговых действий то есть что делается мы очень много говорим и нам нужно уже прописывать переходить к прописанию процессов хорошо я пишу тоже в общем для начала скажу во-первых когда образуется производственная цепь и кто-то ну просто нужно понять тогда самого начала как и штука работает вот кто-то создал производственную цепочку по производству муки вот говорят нужен трактор потом туда заходят нужен трактор и там у трактора атрибуты какие требования вспахать 20 гектар земли заходят туда трактористы начинают класть допустим деньги ресурсы что они будут участвовать там один положил там тысячу рублей другой перебил ставку положил там четыре тысячи рублей третий там пять вот потом администраторы выбирают того тракториста который им больше подходит ну ставка тут не играет особого значения на самом деле оценивается непосредственно может он не может выполнить работу вот и потом он начинает когда все запустилось вот на каком-то этапе уже начинает пахать поле вот и следующее следующее что он делает ну то есть ему нужно завершить задачу перепашки 10 гектар земли если он вспашет 9 гектар земли либо вспашет недостаточно качественно что на этой пашне произведется недостаточное количество недостаточное качество качество это меня слышно алло ну непонятно это слышно но непонятно у него у него не выполнена работа просто он не получит на 10 процентов конечного продукта для себя это это Руководитель не может оценивать. Почему? Потому что это получается опять вертикаль власти, что кто-то оценивает. Люди должны оценивать труд друг друга. Так, он непосредственно участвовал в процессе. Если мы говорим о том, что все являются совладельцами этого процесса, то совладельцы должны оценивать этот труд друг друга. Они должны и рассчитываться друг с другом, то есть понимать, что, допустим, я готова тебе отдать такую-то часть средств, а ему не готова отдать, потому что его работа никак не повлияла на мой процесс. А машина это никак не может оценить? Как это может быть? Может. В общем, тут все на самом деле проще, потому что, грубо говоря, если вспахать не 10, а 9 гектаров, то вырастет продукта меньше на 1 гектар. То есть, следовательно, его работа недовыполнена на определенное количество процентов. И, следовательно, система могла, то есть все участники могли из-за него потерять определенный конечный продукт, который тоже вычитывается из того, что он недовыполнил, допустим, свою работу. Вся цепь, она автоматизированная, ее не требуются там межличностные оценки или какое-либо. Тут все на ресурсах. То есть перетекло не 10 гектаров, а 9, получилось не 10 вишков муки, а 9. Следовательно, все потеряли... В этом конечном продукте. Да, то есть на чем загвоздка? На том, что он вспахал недостаточно гектара земли. Вот. Ну, то есть тут, как таковой оценки, не требуется. Нет, в том, что все делает, что коллектив сам решит. Хорошо, а он вспахал, допустим, но вспахал хреново. Как это может хреново вот это вот или хорошо оценить машину? Он вспахал, но вспахал так, что, ну, не знаю, там, не до это, не до пахал. Лук погрузил не на 100%, а на 5. Да, или там... Есть видимость. Если что такое хорошо, а что плохо, то машина сможет это точно так же, как и человек оценить. Не стоит оценить, посмотри, вот пример тебе. Да, я погрузила, например, арбузы. Да, я взяла, пошвыряла их, они все побились, и все, как это можно... Ну, задачку-то я отметила, что я-то погрузила, задача выполнена. А вопрос как? Техническому процессу, техническому регламенту. Например, на тебе надеты там тяжачки виртуальной реальности, а не сканируют 3D-модели. В 3D-модели можно увидеть, что вот эти арбузы, вот в реальности, вот они здесь, они разбиты. Да, то есть это, может, и машина отсоединяется, почему это просто, чтобы машина научит это делать, для человека только что так. Ну, я думаю, что пока мы будем учить машину, может быть, попробовать научиться это делать самим, мне кажется, это через лет 5, наверное, что это. Да, но в том-то и дело, что машину в любом случае нужно учить, то есть мы должны придумать, отработать на себе и на мышках, и потом внедрить. Он может разбить, допустим, ребенок, этот арбуз, и не знает, что такое. В чем разговор? Ну, да, может быть, сначала на человеках научимся, а потом уже на машину будем. Ребят, короче, все проще. То есть на следующий этап C-People поступают там часть арбузов разбитая, или земля недопашенная, и все. И следующий говорит, у нас земля недопашенная. Вы все эти процессы изначально знаете, да, которые могут возникнуть? Вот смотри, да, Ольга, при погрузке просто, ну, тебя повещают, что за каждый поломанный, недовезенный, точнее так, ты погружишься в машину, и каждый арбуз должен быть целый. А когда привезет водитель, то есть ты ему передал, а дальше водителя ответственный. То есть это регланы, технические регланы. Да, но когда ты один раз заплатишь за разбитый арбуз, хотя бы один, ты сразу начнешь грузить очень качественный арбуз. А когда дело заплатить, другое дело в производственной спочке, может быть, заранее описано, что чтобы перейти к шагу 3, например, нужно, чтобы было ровно 10 неразбитых целых арбузов, да? И пока 10 целых арбузов не будет, ты хоть что делай, но этот шаг запретить нельзя, потому что ровно 10. И так далее. А если побочная эффекта неизвестна? Просто на цепочке и сценарии. Ну как, грубо говоря, все начнешь неизвестен, что неизвестен? Ну, к примеру, вот то, что был разговор с землей, ну, оцени сразу, насколько хорошо у нас пахано, до тех пор, пока не взошел урожай, или взошел он нормально, или взошел фигово. Арбуз, насколько он сам вообще созрел, или его там сорвали зеленым, и он там... Что неизвестно? Чтобы это стало известно, нужно потратить время, то есть дождаться того результата. Не выроски, а, грубо говоря, один пашет поле для арбузов, другой, когда он сообщает систему, что поле недопашено 90%, и все, и система понимает, что тракторист не выполнил свою работу на 90%, и из-за этого стоит вся цепочка. Нельзя будет, поверьте, нельзя проконтролировать. Вот я лично руководил коллективом, который трудился, не получается. Если человек не вписан в продукт, вот он не понимает, что он, и лично даже грузчик, тоже в ценном от продажи этого арбуза получит, когда его довезут. Если его довезут, то он ни хрена не получит вообще. Это не может быть мотивации людей, чтобы они делали ровно то, что нужно. Нет. А вот надстройки над контролем людей, понимаете, контроль должен быть самовнутренний. То есть я лично заклинаю себя на то, что я левоты делать не буду. Вот тогда, почему? Потому что я знаю, что я сейчас со своими окружающей средой построю такой продукт, который мы продадим, у меня часть пойдет в пай, часть продастся, мне корма. Как мне, вот для этого тоже производственная строчка еще может помочь. Можно присоединиться, чтобы человек перед компьютером наглядно ему по шагам показать. Вот, смотри, на этом этапе происходит спашка. А потом мы с этим идем вот это, вот это, вот это. Если у него здесь будет что-то не так, то из-за этого пострадает вот это, это и вот это. Правильно. Это уже вопрос отмечения кадров, в том числе и грузчиков. Ребят, мы говорим об одном и том же. То есть мотивация его запахать поле, потому что он получит конечный продукт. Мотивация следующего, кто будет поле засеять, сказать о том, что поле недопахано, тоже в том, что он получит конечный продукт. И все повязаны. Оль, вот ты задаешь, как состоять производственные цепочки. Но производственные цепочки состоят... То есть, что такое вообще производственная цепочка? Это... Технологическая карта, трансформация... Технологическая трансформация... Я понимаю, что такое производственная карта. Я задаю другой вопрос. Кто и сделает это? И когда? Ты... То есть, изначально нам нужно эти производственные цепочки создать? Да. В любом случае нам их... Но для того, чтобы нам их создать, нам же нужно создавать их не теоретически, а практически. Мы можем взять, например, реальное производство, и у них взять документы того, в прошлом, как они этого... Ну, как это делать, скорее всего... Ну, вот я объясняю. Вот я объясняю, как это было вот у нас. Была технологическая карта, у нас это называлось. Она вообще... У нас была СРМ-ка, и она состояла вот как раз из задач. И разделялся весь процесс на задачи. Каждая задача, ну, как бы как этап, заканчивалась каким-то результатиком микро, уже вот внутри процесса. И вот это вот самые узкие места в процессах, это вот эти передаточные места от одного микропроцесса до другого. Там как раз потери качества в основном и происходят. Ну, вот эти все... Нужно их как-то разбить на мелочь и, не знаю, спрограммировать так, чтобы была возможность. Вот у меня, например, там вот так же мука. Я, значит, внес там один объект у меня поле, второй объект то, какие с ним происходят действия. И мне система раз-раз выстроила такой план мероприятий на неделю, точнее, на полгуру, ну, насколько там, насколько надо. И подсказывает мне, что вот здесь... Как только есть производственная цепочка, из нее ее превратить в четкий план, то есть превратить ее в диаграмму Ганта, не составляет труда, если мы запишем, какова примерно длительность, минимальная, максимальная, у каждой связи, да, промежочного перехода, и, собственно, у самого процесса, если это не висосы, мы просто устанавливаем начальную дату, и вот начальную дату взялись и запланировали. Начинаем дальше, опять же. Нужна CRM-ка? Отлично. Это все можно экспортировать в BitMix, который является достаточно качественной системой. Или в BetterMix, открытые в консорсные вещи. Там уже можно на уровне задач, каждый конкретный человек может видеть свой список задач, в каком они состоянии, как только он их сделал, можно нажать кнопочку, что это сделано, и дальше это все обратно попадает в общую систему. Только каждая конкретная система планируется. Кость, я планирую, что нам обязательно нужно ее как раз сделать, как CRM-ку, потому что сейчас... Влад, если ты мне предоставишь человеческие ресурсы, которые будут готовы создать велосипед заново, то да. Если нет, я просто потрачу свое время и напишу интеграцию с существующими платформами, которые уже зарекомендовали себе на рынке. Их полно, но мне кажется, ребята, что мы немножко не в ту сторону идем. Потому что вот сами эти технологические цепочки, они для чего? Чтобы проекты составлять? Или как бы рассчитывать доли участников? Или и то, и другое? Мы должны понять. Для того, чтобы можно было изменить эту производственную цепочку, чтобы ее можно было развить, чтобы ее можно было заменить на какую-то другую, и так далее. То есть, чтобы у каждого конкретного человека, который, например, вот обычного, берем сотрудника, или там, который занимает тракторизм, да, или, например, школьника, вот стало скучно этому трактористу жить. Он хочет посмотреть, а что вообще он делает, где в системе он находится. И у него, благодаря такой вещи, есть возможность это взять и посмотреть. Без того, чтобы кого-то спрашивать, он может наглядно приобретать. Но потом, конечно, спросить детали, если ему что-то непонятно. Но он будет знать, кого, потому что это и производственные скочки, конкретные его организации, например, есть автор. Он будет знать, кому обращаться, кто за что ответственный, он сможет ввести процесс в целом, а значит, у него будет возможность появиться вот эта глобальная точка зрения, эта система. А как только она появляется, у человека есть шанс ее улучшить. Мне кажется, шанс улучшить, это только, ну, не знаю, типа у тех, кто управленцы. Например, там просто участники, им там что-то совершенствовать, им, как бы, интереснее на своем уровне. В общем, я там, не знаю, 60 лет только и делаю, чтобы просто был исполнителем. Неужели он никогда не появится? Иди хотя бы узнать, а как это быть, почувствовать, что такое быть управленцем? Потому что это зависит все от психотипа. Это целый пласт, как бы, понимания. Есть такие психотипы, которые просто достаточно работать с тяжелым физическим трудом, не, ну, просто без проблем он будет работать. Вопрос очень часто возникал, когда я работал исполнителем, почему нужно сделать вот так, а не иначе, да? Почему там есть конкретные, я вижу, проблемы, да? На них руководитель закрывает глаза. А в итоге выяснялось, что руководитель сам очень плохо понимает, что происходит, и не очень хочет даже в этом вдумываться. В итоге нам все равно приходилось эти проблемы решать на уровне управленца за управленцем. Хотя мы были исполнителем. Но это я говорю о программистах конкретно. То есть, бывают разные ситуации, бывает, что исполнитель хочет видеть общую картину. И хочет, скажем так, быть не просто исполнителем, но еще и повлиять на будущий производственный процесс. Нет экспертов, лучше людей с полей. Да, конечно. Он своими собственными глазами видит эту землю и знает, что и как это происходит. Может быть, у него появится идея, как этот процесс улучшить, чтобы он не только, он мог это сделать на 10% быстрее, а чтобы вся индустрия могла, мировая, на 10% это быстрее сделать. Если он этот метод предоставит и опишет его в альтернативной производственной цепочке, и все на нее перейдут, за ним еще и зафиксируется, что он на все человечество повлияет. Потому что он сделал пользу, которая коснулся все 7 миллиардов. Да, и потом его будут привлекать как специалиста к созданию той или иной цепочки. А человек, который с психотипом тот, что хочет просто делать, так меня слышно? Да. А человек, который просто хочет что-то делать и не особо хочет заморачиваться, он в этой системе просто найдет нечто более эффективное, чем он может заниматься и получать больше ресурсов. То есть, это, по сути, шестой технологический уклад, когда, ну, то есть, сначала была эра, там, то есть, когда начали подсигрывать, кадрать его, грубо говоря, все, чтобы люди не делались, как, блин, не уложить это в 5 минут, ну, фишка в том, что скоро будет то, что каждый человек может произвести все себе необходимое в своем гараже. Так вот, вот эта штука, она некий переходный инструмент из того, что люди пока что производят что-то необходимое всему социуму отдельно, то есть, в единичном, допустим, экземпляре, допустим, у кого-то в гараже стоит там сталелитейный станок индукционный, у кого-то там стоит фрезерный станок, кто-то отвечает за перевозки деталей по производственной цепочке. Вот. И фишка в том, что люди уже на этом моменте все начнут переходить к шестому технологическому укладу. Вот что значит шестой технологический уклад? Вот все про него говорят. А как вот он будет выглядеть? Никто не говорит, но, по сути, ну, если... Ну, я, в принципе, в экспертном совете МГУ часто там бываю, вот, и люди, когда услышали про проект Венера, сказали, что, ба, нифига себе, так это то, что описывалось. И Вастерман сейчас тоже говорит, что не читал книжку, но начинает выражаться терминами на своих лекциях. Вот. То есть, как бы, ну, всем, тем, кто в теме, становится понятно. То есть, даже есть отдельный институт Кондратьева, который занимается кондратьевскими циклами, вот, и как раз описывает шестой технологический уклад, и пока я к ним не пришел, они не видели, как он мог реализоваться. То есть, у них там были догадки, я говорю, а у нас уже там сеть фаблабов строится там по всем городам. Вот. Такое будущее к ним ворвалось само как бы. Было. так, ну, в общем, это, что мы делаем, что-то? Ну, что надо? пока там обсуждать, я так бы делаю. То есть, это в трансляции видно, но... Ты включай нас в процесс, а то мы будем тысячелетиями обсуждать. Как бы здесь такой процесс, на самом деле, что я сейчас сам толком пытаюсь как его вспомнить, как его все дело организовать. Я пытаюсь понять, как вообще работает исходный ход для того, что было здесь. и цель конкретно у меня сейчас стоит понять, почему не отображается в квадрате другого, а темно не стоящий петь, ну, и вообще другие свежи. Почему мне это нужно, я уже объяснял. Чтобы можно было редактировать. Чтобы можно было, например, с нажатием Ctrl, или вот такой другой клавиши на первых парах сделать, чтобы можно было снуть любую точку экрана, там появился просто квадрат. Потому что можно было на него нажать или ввести на него и на какие-то другие партии. Вот. Ну, чтобы это сделать, я пытаюсь через оплату пропустить скрипт отображения пропустить из цепочка. А люди вообще умеют T9 пользоваться и хабром? Ну, я полагаю, здесь Женя и Даня точно пробовали его запускать. Ну, я еще раз даю ссылку, в принципе, она... А, надеюсь, что она не будет отображаться тех, кто не зарегистрировал. Поехали? Да, я зарегистрировал. Да, сюда она открывается и ты будешь видеть то, что там происходит. Не вижу. Александр, например, Турковский, Александр... Не, не вижу. Ну, я уже не вижу. В общем, чтобы это видеть, нужно будет зарегистрироваться. Но, чтобы не регистрироваться несколько раз в разных местах, вот, предлагаем, дефицит, но, папе, вопрос только в том, если вы действительно видите полотное участие, то можете просто чуть-чуть демонстрировать экран с наточкой. Сейчас напишу ссылку на битхат, напишу. На какой им смысл смотреть? Какой смысл смотреть? Возможно, появятся какие-то идеи, допустим, что нужно будет как-то ускорить, или, может быть, то есть, и понять свое понимание, как это устроено, да? Соответственно, либо ту задачку, которую сейчас я решаю, мы либо мы сможем быстрее моими руками решить, либо появится понимание, как я внести какой-то другой снизу, если вдруг такая появится, появится жирная. Я так это вижу. смотрю, но что-то у меня везде регистрация требуется. А, трансляция это поле и производство муки пошли новые стрелки. У меня вот поле производства муки, прямая стрелка направо в зеленый квадрат. и все, да? Короче, кружки средства нам почти не позволяют ничего сделать. Как в таком режиме? Да ладно, мы сидим разговариваем с разных концов света. Да, мы можем слышать это, но мы не можем видеть, что происходит. Можно объяснить, вот закройте глаза, представьте себе кружок. Из кружка идет искра направо, там в другой кружок. То, что нужно видеть, оно несколько сложнее представление. Представьте, что такое в браузере есть, грубо говоря, скриптие, в этом скрипте есть такая-то функция, и тогда начнется столько терминов, что проще это не объяснять, а непосредственно видеть, что происходит. Так быстрее понимание, что объяснить. я не понимаю, чем я сейчас могу помогать. На уровне программы, как это должно выглядеть, это уже сложновато мне представить, что там сказать. Можно сейчас, если трансляция работает, можно попробовать в таком линии. поработать, она мне вот отображает и подрать. Я комментировать, что я делаю. Они, соответственно, можете наглядать. предложения, соответственно, если есть предложения, предлагаю. Сейчас еще я конкурсую. контрацессию. Я думаю, что все-таки она будет. Если вдруг она не показывает то, о чем я говорю, то срещение придется обновлять проект. Чтобы обновляться, чтобы обновляться, чтобы обновляться в основном. Так. У нас, кстати, кто-нибудь в курсе, что мы все пользуемся браузером, но на самом деле в них устроена система однако не работает. Что об этом нужно? На информацию натыкался, но по сути не использовал. Ну да. Редко кто этим пользуется, но тем не менее, тут есть возможность в браузере, да, буквально там, через меню настройки, например, в хроме. Может, сейчас, например, если видно, не знаю. Это называется дополнительный инструмент меню, и дальше инструмент разработчиков. Открывается такая секция, например, для этой страницы, которая делит экран, либо пополам, либо как она настроится, посмотрите, переношу. Вот, и там можно смотреть, собственно, из чего состоит эта страница, все ее компоненты. Собственно, саму разметку вашей страницы, стиле того, который описывает, то, как это будет выглядеть CSS, и, собственно, скрипты, которые в зависимости от того, что происходит на странице, например, пользуется, что ты нажал или там, допустим, куда-то, перешел в разный момент времени и выполнялся разные скрипты. Скрипты, по-английски, это и есть сценарий. Собственно, любая программа или алгоритм на Java скрипты или другие, как программа, это всего лишь тот же четкий сценарий действий, которые необходимо выполнить в машине. В Firefox меня все время прикалывает, там режим 3D есть для сайта. Можно прям посмотреть, что в каком контейнере находится. Ну, также там прикольная функция сети, которая может позволить поймать закачку, допустим, того или иного видео, будь то, допустим, трансляция, которая платная. Вот, можно прям вытянуться и скачивать себе. Короче, все висит, даже у меня. В общем, это, я думаю, кто-нибудь сейчас может зарегистрироваться на GitHub и взять, короче, перенести текст комментариев в наш код. Ну, к основному модулю. Ну, который не совсем наш. Чужой модуль. Ну, какая строка, за что отвечает, что делает? Помнишь, есть на Хабре, по-моему, или где-то там. Ну, да, чтобы на код наложить комменты. То есть ты предлагаешь поставить задачу? По сути, я же забрался, что ты не скажешь. Поясняющий? Не, там, ну да, там уже разобраны все равно все. Ну, как бы там на английском разом. Уже, в принципе, да. Где-то в основном ходе есть комментарии, где-то их нету. Но, конечно, чтобы в целом понять, как он работает, нужно, вот, короче, быть никакой. Ну, да, это, кстати, задача для, как раз, можно сказать, новичков. В принципе, действительно интересная задача, там, опять же, взять, например, на Github, в архиве реквизитория, там даже без использования самого Github, этих команд континента с управлением этим реквизиторием, уже можно скачать сам проект в виде архивчика целиком. То есть все файлики получатся и на компьютере. И у себя на компьютере даже можно, используя любой удобный текстовый редактор, попробовать разобраться, с чего этот ребенок состоит. И как раз в процессе этого разбора можно несколько учацев задавать вопросы, чтобы я мог давать объяснение. Например, что означает там такое-то слово на английском, что означает такое-то символ и так далее. То есть любую деталь можно разговаривать. И даже не вопрос, сколько стоит репетиторство программиста, как бы, вообще не вопрос. Конечно, нужно людям платить за то, чтобы они обучались программируемой, иначе они делать не будут. Они не понимают, сколько стоит, на самом деле, то, что ты для них делаешь. Ну, может быть, когда-нибудь кто-нибудь посчитает. В общем, вот ссылка последней, которую я задал. Там есть кнопочка прямо справа, называется Download zip. Это и есть. Download – это скачать. А zip – это архит. Формат архива. Ну, соответственно, можно есть в репетиторе. Там всего лишь, не знаю, 15 где-то файликов. Буду считать точно. Вот. Есть основной файлик. Это индексы что-нибудь. С него все начинается. Через него все остальные файлик включат. Нет. Можно попробовать с ним. Что-то смотреть вокруг. Можно его открыть у себя на браузере. Это сделало так, что нет никаких внешних зависимостей. И сейчас, скачав это архит, даже если интернета нет, то все равно все будет работать. То есть, все равно можно будет найти. Вот. Например, ту ссылку, которую еще у нас на сайте. Можно зайти даже, будет, то есть найти место, где располагаются данные, и даже подредактировать. А я пока мамбл, короче, сервер. Зафигачу. Но он уже у Ярослава стоит запущен. Нам нужно не сервер зафигачить, нам нужно обеспечить. Ярославу разобраться, как сделать токсик, там можно было комнату создать. Потому что... А, это... Так у меня уже есть все. Я сейчас даже могу и комнаты создать, и потом и Ярославу объясню. У меня все это есть. У меня есть большая инструкция для новичков, с прямыми ссылками, куда качать. Потому что вы сейчас на сайте мамблова. Ну, там... Сможешь все. Так, я сейчас... А, я тебе... А, она есть, я тебе ее уже скинул в личке. Причем... У меня есть инструкция с настройками какого-то непонятного сечения. Я просто... Нет, там, естественно, там... Просто... Можешь... Просто... В другую... У тебя уже не скрутошь. Там будет тема с третки, а потом уже... Нет, там уже вон, у меня в мануале уже все как... И название сервера кооперации, там все порты, короче, все это есть. Терентьева. Он в бесплатном хостинге Mumble.ru, clientvoice.ru. Ребят, у нас есть из наших потенциально партнеров и хотящих вступить... Человек, который занимается... Такой проект называется... HHDD.me. HHDD.me. Вот, он может не виден сейчас быть, там у него небольшой колбас. Что он сделал? Он предоставляет сервис уже... Облачный сервис. И у него есть уже множество возможностей. Я ему как бы объяснял про наши дела. Потенциально у него есть такая вот... Ну и серверы, и возможность. То есть, если есть необходимость, можно его как бы разболтать. Только я не пойму конкретно, что нужно нам. Сервер? Что еще там? Ничего, нам не нужны серверы. Нам не нужны. У нас есть сейчас экспериментальная виртуальная машина со своим хостингом, которая вполне себе задача разработки решает. Нам нужны программисты. Для кого HTML, CSS и JavaScript это не простой долг. Ну, либо те, кто готов вот сейчас прям взять и вбить это в блогу и начать читать. Так, это я же... Вот Никитина говорит, у него там дофига где-то людей. Подключить надо. Сейчас ему все напишали. Потому что я, конечно, могу сейчас начать объяснять это все с разов, но, грубо говоря, как минимум не нужно лицепедию прочитать только. Потому что если это не сделать, то это, грубо говоря, будет полезно. Просто огромное количество разов написано и на видео было снято. Я сейчас просто даже ссокну на физику. Даже если это вы прочитаете, будет уже очень даже здорово. Дальше. Так, я все равно все записываю. Вот. Все равно будет видно потом процесс. Можно будет его как-то... либо задокументировать, потом еще раз перевести. То есть на видео наложить звук, что делать. Или там графический комментарий или текст наложить сверху. То есть, в любом случае, материалы есть. Такая штука. Такая штука. Это три основные технологии, которые непосредственно будут сейчас использоваться. изработки такой. Вот. Ничего больше ни ПХП, ни таких других пугающих вещей. В принципе, вот то, что написано в Википедии, это более чем достаточно. Даже из того, что там написано, могут возникать вопросы. Если они возникают, то они сразу все отвечают. Вот так. Сейчас мы можем установить запутан с даст под embr ambiente общественное – генеморик, что делать şeyi следовало, по Bastain. Сколько поставить заднюю пьер. Так вот, Awards. Ну даст Андрей. Помогите снова новую видную и анarmу о каждом ноге. Так это извините. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, что у нас в этой системе должно быть? Основные модули какие? Мы сейчас с вами обсуждаем только проекты и модули, получается. А их там куча. Я бы сказал, один модуль сбора потребностей... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это только верхушечно-концептуальнейшая часть. Да. Там каждую строку еще на 40 листов надо подробивать, чтобы программисты прописали это все. Ну да. Каждую страницу надо прописывать. Ну не на 40, но на следующей глубиной. Каждую кнопку на каждой странице, куда человек переходит, надо прописывать. Продолжение следует... И еще, Кость, ты говоришь, что человеческие ресурсы нужны. Собственно, вот Ольга спрашивает, где описание требования к человеку, да, к его функционалу, для того, чтобы выявить. Вот, вообще, если кратко, одной строчке из Википедии будет достаточно такое... Некоторые сущности в искреннем пространстве... Я не понял. Это просто вот нужно... Квалификация какая тебе нужна? Знание того, сего и того, чтобы вот можно было раскидать, понимаешь... Нет, он отвечает на предыдущий еще вопрос про систему. Смотрите, на тему кнопку. Самое главное – это модель данных. То, как модель данных визуализируется, редактируется, это технический детал. В это особо вам лично, если вы не программист, не дизайнер, вам никак не нужно. Это задача дизайнера и программиста – сделать так, чтобы это работало и было удобно. То есть программист основной задачей сделать, чтобы это работало, и этим можно было пользоваться. У дизайнера основная задача – сделать, чтобы это было красиво, и этим было удобно пользоваться. Я бы еще интерфейсы с удовольствием порисовал, потому что с множеством сталкивался и у меня обостренное чувство неприязни к интерфейсам Для этого нужны как раз те сущности, которые там будут фигурировать, чтобы их располагать в нужных листах на листе А мою, кстати, схему-то кто-нибудь видел? Какую? Ну-ка Сейчас найду Схема программы? Схема чего? Схема состоят из объекта В любом случае То есть это граф, если в общем все рассматривать А если практически, то есть объект и в нем может быть То есть объект в любом случае состоит из набора атрибутов Внутри каждого этого атрибута может быть либо другой объект, либо какое-то конкретное значение Например, число, строка, название, текст и так далее Либо там может быть, например, вложенный объект, еще один, отдельная сущность, которая внутри другого объекта называется То есть можно сказать сущность, можно что-то классы называть, можно это категория объектов называть То есть категория класса сущность это нечто общее, что присуще огромному количеству индивидуальных объектов Это нечто общее, а эти общие прототипы А, эти проекты Ну и, соответственно, существует коллекция или массив В последовательности еще можно сказать списки Это просто, грубо говоря, в последовательности объектов, которые имеют коротко Например, список состоящих из твердых объектов Например, список состоящих из твердых объектов Так и есть Для объекта номер один, а для объекта номер два В принципе, это больше не значит То есть есть атрибуты, например, массив, конкретное лечение или объекты Но в итоге это все более-менее одни и те же вещи Потому что в частном случае То есть конкретное значение, например, чувствует текст В частном случае и той же коллекции или массивов, в которых всего лишь один Тоже самое с объектом Где-то всегда насыкнется атрибутом А атрибутом всегда Будем насыкнуть конкретное значение Короче, я не знаю, не запутал мне само объяснение Вот, то есть Немножко показать, что Все мирные вещи, только объекты Но если в нашей Примерные объекты Я смотрю То любой объект это тоже Это же является ресурсом Соответственно Каждый ресурс описывается Да Кажется И вот Кажется Ну и Ух Кажется 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 Продолжение следует... 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 Саш, фонит у тебя, я слышу Ольгу. Прочитал я все, давайте разберемся с тем, кого фонит. Фонит от этого. Если бы я все прочитал, то бы не говорил, что система Чертаева, это система перехода от капитализма к рыночной экономике. Она здесь не подходит, она здесь очень подходит, на 1000% подходит даже просто тем, что... Ребята, я нифига не слышу, давайте разбирать, что у вас в микрофоне. Просто выключите. В звук, у тебя динамик сюда забивает. Короче, у кого-то с динамики... Сейчас мы уже нашли, включаем, включаем. Желательно, как-то в наушнике или... У нас между этажами возникла резонанс. Там бук запущенный, без никого стоит орех. На втором этаже колонки, сделайте потише колонки. Все, перестало, Саш, выключил? Вот, я сейчас включил микрофон на нем, и все нормально. Вот выключаю. А динамики выключили. Да, нормально. Сейчас не фонит? Фонит. Фонит. Саша, ты плохо выключил у себя динамики. Непонятно. Оль, ты проверил сюда, сказать, может, все это включено? Да нет. Ну, запустите, снова включили. Что там? Присоединиться к звонку. Нет меня. Выключены здесь. Сейчас нормально. Нормально? Да, вот, нормально. В общем, суть в том, чтобы вы не прочитали Чертаева и свой алгоритм не составили. И программируете систему. Это достаточно абстрактно получается. А у нас, например, уже сейчас конкретно и вот встают требования, грубо говоря, понять, как мы это впишем. Вот, например, та идея, когда каждый получает алгоритм, в смысле не алгоритм, а долю из алгоритма, в смысле из цепочки, то есть из конечного продукта. Вот как этот алгоритм так разделить вот с помощью вашей системы, так, чтобы в нем сразу остались как бы дольки тех участников. В принципе, технологически, если это расписать, у нас сразу будет все видно. А технологически это Токаренко все производственные цепочки прописал уже. И как они должны быть. Тогда нужно сюда присоединяйтесь, быстрее его. И Влад вон разбирается викино. Давайте, конечно, он там изнывает. Мы желаем того, чтобы... Ну, пояси были в общем... Потом... Не, у них все попробуем визуализировать эти такой схемы. Вот, например, то, что мы видели, производство, там, то же самое в Мути, там, допустим, да, вот этот абстракт, например. Мы же его сами сделали, да, и Влад, например, видел, как это делается. То есть Влад может его воспроизвести. То есть он может, например, перевести цепочку на слова, допустим, на цепочку в виде вот такой графической схемы. Однако, возможно, сегодня получится сделать еще так, чтобы это было проще делать, чтобы это мог сделать каждый какой-то другой, кто даже с проблемой. Тем не менее, в любом случае, нужно будет какое-то обучение, да, вопрос просто, сколько времени ему дает обучение, если сделать это максимально просто, так, ну что, в общем, приходим к тому, что надо закончить систему и после этого переходить к ее программированию. То есть у нас все осталось прежним, насколько я понял. Я не знаю, что вы там собрались заканчивать. Все эти черта я читал, да, крутая система своего времени. Все, что из него удалось мне вычленить, я уже знал и так. И, грубо говоря, большинство проблем, с которыми эта система справляется, созданы в самой же среде ее организации. То есть если это не компьютеризированные и люди не завязаны на конечном продукте и не могут это никак визуализировать в своей голове, то на сайте, где они видят всю производственную цепь и видят, что, куда они там, если что-то не то сделали, почему они не получают чего-либо, эта система делает автоматически. И там не нужно ничего на бумагах считать, не нужно никак... Не нужно считать на бумагах. Естественно, что все это нужно в автоматизацию переводить. И Водянов об этом говорит, смысл заключается в системе в распределении по фондам, что весь доход... Главного смысла не понял. Ладно, мы не будем парить, сейчас давайте доделаем, просто презентуем, потом они все поймут. Они так не поймут со слов. Это слишком сложная структура для того, чтобы... Тогда надо отключаться и... Но то, что, Влад, ты говоришь, что переход от социализма к рыночной экономике, черта их транслируют, это вообще ты ни одного абзаца черта его, значит, не прочитал вообще. Не, он как бы к рынку там призывает, это же тогда было актуально. Вот, переход к рынку, хозяин... Да, какой рынок, если там по предзаказу, все планово. Посмотрите, какие года, посмотрите его видео, посмотрите, почему он вообще это делал. Нормальные годы, и все советские ученые в это время генерировали самые-самые вообще передовые технологии именно в это время. И многие из них просто не были реализованы, они и сегодня актуальны. Просто перешел слом системы как раз на том пике, когда накопилось самое большое количество знаний, и уже четкое представление, как систему развивать. Понятно, что тогда не было автоматизации еще. Я предлагаю не спорить, не убеждать друг друга ни в чем, просто доделать каждое свое и презентовать все. Мы сейчас не сможем донести все это, слишком много всего там. Предлагаю расконнектироваться и продолжать делать, что делали. Все интересно, все круто, мы обязательно будем ярко ответовать, но надо все это делать. Но я предлагаю тем, кому интересно, например, то, что я делаю, и наблюдая за этим, есть вопросы, можете оставаться. Не, ну это программистам надо быть. Ну я, например, давно не программирую, я сейчас понимаю, что... Есть желание, но я сейчас понимаю, что у меня желание больше получить готовую схему взаимодействия, на основе которой я тебе просто приду и скажу, слушай, давай-ка, вот здесь вот это, это, поле такое, поле сякое. Туда мы сюда, вот здесь вход, вот здесь регистрация, тут то и сё, и мы вот сделали вот такой вот там... Почему до сих пор у вас этого не будет? Ну быстро, как это уже произвести. Всего у нас нету до сих пор. Да, скоро доделаем, Кость. Потому что идет изучение большого количества информации. Да. Это же не один год жизни. Да, уже каждый процесс имеет начало и конец, и рабочую часть. Вот сейчас мы в рабочей части. Реально, я тебе скажу, я попытки сделать систему, вот лично я предпринимаю с какого года, с шестого и седьмого, когда B2B монитор я запомнился. Ну, я там. Еще мы с тобой даже знакомы не были, по-моему. Да, помню, мы еще даже знакомы не были, ты уже начинал это делать. Но почему-то она вот мало у кого получается, точнее она получается в виде каких-то в старой системе, заточенных на рекламу каких-то проектов. Но то, что мы сейчас делаем, это уже все, это уже окончательная, всеобъемлющая база, на основе которой будет объединение всей планеты происходить. Потому что она на экономических принципах получается. Потому что на других ни хрена не объединишься. Потому что если я заинтересован в, я не знаю, хоть в маджахеде, который мне привезет нужный мне, так сказать, материал, героин. Героин. Да. Ну, образно. То я с ним буду дружить, потому что мы с ним заинтересованные партнеры, правильно же? И буду дружить с кем угодно, потому что мне, собственно, что с ним делить? Вот мы с ним в норе. Так, что, начинается лирика. Я предлагаю всем, кто хочет остаться, попрограммировать, кто не хочет, расконнекчиваться. Вот, я хочу остаться и, собственно, хотя бы посмотреть, что Костя делает. Костя, ты вслух будешь это программировать или нет? Я все-таки надеюсь на ваш вопрос, потому что я больше буду, наверное, то есть я просто сейчас не очень понимаю, имеет ли смысл мне сейчас у кого-либо перебивать, да, или вы обсуждаете какие-то антиологические вещи, да, или вам интересно, что кому-то я положу. Если есть такой вопрос, то я, наверное, не могу отвечать. Можно его... Мне интересно пообщаться между собой и что-нибудь попробовать на самом деле, как я понимаю. Я как бы... Как это происходит у меня, да, я то отвлекаюсь на что-то вы говорите, то... Что я делаю, я уже говорил, а вы подходите с ним. Я вамплсервер устроил. Я вамплсервер устроил. Так, а можешь вот в этот чат как раз... Да, я уже скинул. Да, выключил. Так, через маму как-то подключить тоже. Нужно там уйти сервера или это кому-то конкретному ссылка? Ну, там вообще и ссылка на мануал двухминутный, как делать сервера. А, и на все документы, как делать сервера, и на конкретный сервер. Я, конечно, вот не ожидал вот этого, вот это вот на тему, кто готов принять участие в разработке ресурсоэкономической платформы для управления хозяйствами на другом уровне тагородной планеты. Вот этот вопрос, почему ты собрал 10 репостов, 11 твойка. То есть, не ожидал, что так у меня были детки, у меня открытки. Продолжаю чуть-чуть писать, у меня какое-то добавление. Да, конкретные настройки того сервера, который уже запущен. А, вот, перекинуть. Вот, а вот именно туда же нужно подключаться, да? Да-да-да, там суток как раз у него. Даже, конечно, свой отдельный создать, но смысла в этом нету, это в свой день копаться. Подключено. Ну, там просто не с первого раза работы, так что там силовигенов. Так, только я смотрю, здесь никого нету, сейчас к ним не зашел, но надо селить. Пискает супердизор. Так, я тебя вижу. Я просто сам сейчас суперадмина сижу. Так, сейчас, только я не смогу там говорить. Ну, скажи, что-нибудь там. А не менее и глушение снято. Не знаю, у меня же еще и этот скайп. Так. Блин, я просто поскакиваю, я могу слышать, я могу по этой слышать. Но я вижу, что ты там что-то говоришь, потому что у тебя меняется. У меня вроде все работает. У меня вроде все работает. Ну, значит, все хорошо. Продолжение следует... Так, чтобы подключиться к этому нужно просто вбить. Какие данные из ролика, Фаня, как в список избранного или что? Или нужно сфиксироваться? А, окей, окей. Какой адрес, какой порт. Как подключаться, устанавливать, помещение? Как подключаться, устанавливать, помещение? Я, ну, сам Мамбл скачал из центра установки крама, или как это хрень называется? От центра приложения. От центра приложения. Поехали. так началом тогда переходим может в мама лужа и остальные говорят не хотят между собой наверно там между собой устрою ну да у нас между собой произошел секса свидетелей черта его именно так да не ребят вы просто вот его слишком много изучали теперь думаете ну блин не зря же мы его изучали значит он был прав лично я изучал опыт вообще я живу с советского союза я работал на советском заводе крутил там гайки на заводе азлк лично своими руками не помню как меня мои наставники учили бухать понимаешь и нюхать клей и вот мне очень как бы типа рассчитал что это нормальная жизнь и после этого я понимаю что сейчас 2015 году я понимаю что тогда когда я фигачил на этом азлк уже был создан чертаевский вот этот вот опыт который принес там колоссальные результаты реально колоссальные результаты потому что отменяется ну как бы там много чего ты вникни там самое главное то что общественная собственность и твой пальцы время расчет твоя доля при любой работе увеличивается то есть если ты хочешь что-то трудишься то ты по-любому свой пай увеличиваешь в нынешней системе ты отработал получил бабло все прожрал и сиди на жопе никакого пая у тебя больше нету понимаешь только то что все прожрал вот это все накопленное твое не обезличенная доля невыделяемая она всегда увеличивает а я могу сказать что я участвовал от очень крупных проектах где было и 100 и 200 и 300 участников и тысячи участников но система управления была выстроена неправильно да и все эти процессы они просто были разрушены несмотря на миллионные вложения в эти там проекты и в этом дело просто сама система сама система управления не 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 боеспособна никак ты можешь сто сто тысяч раз закручивать гайки как я и делал но все равно если нет мотивации внутренней тебя пошлют просто в лицо в конце концов скажу просто в жопу со своими задачами если человек не замотивировал а если он замотивировал тогда когда работая на всех получает себе что в единственное предложение другую модель где это так же будет что он работает на он работает для себя но при этом для всех и удовлетворяет и свои потребности потребности которые которые нуждается общество ребят вы просто на самом деле не видите что в этой системе уже все реализованы причем кратчайшим путем может просто недостаточно вопросов задали чтобы я как бы мог дать вам эту информацию и может быть мы наш для того чтобы нам понять нам надо с ней начать работать для того чтобы начать работать мы должны понимать она сюда мы вносим это туда то а мы сейчас плаваем пока у нас уже больше минут больше больше конкретики но пока мы плаваем жиденько мы не понимаем где у нас там система обмена где этот расчетно-кассовый центр у нас наши в программе мы вообще даже не говорили он просто сразу необходимо я за то чтобы прописывать проекты надо с другой стороны из кости к примеру по моему ну где-то суточный хакатон устроили по обсуждению этой системы принципе только через часов пять-шесть наверное начали только понимать друг друга нормально это другой момент это кстати согласование ценностей что тоже должно быть в системе обязательнейшим образом вот мы как вот мы сейчас перед тем как вообще начинать общаться мы должны сказать она слушай ну тебе что ты за это за то да а как ты вот к этому тому да ну мы тоже тогда вот значит вот тогда нормально а если ты на граждане я вообще ваш тут не интересно гулять там дальше со своими идеалами придешь позже но после этого уже до внедряться там подписываться под проекты быть там кто-то инициатор кто-то я не знаю как уже там дальше надо думать просто конкретики прям приходить как вот это будет технологически и как проект организовывать берется инициатор он расписывает эту всю цепочку или как ну да мне нужно снять по сути видео что я никак как все таки не могу сделать до сих пор который бы ответил на вопрос потому что для меня все просто вы знаете допустим про систему чертаева про нее знаю я тоже но я уже как бы знаю что она у меня применена а чтобы вам ее дать вы должны задать вопрос лан короче честно увидел потом можно лично мне если там учебка не платят вопрос я задал ты просто не услышал мой вопрос так звучал ты оформить то что ты говоришь графически пожалуйста это будет более простой инструмент для редактирования значит он сможет еще и видео не только снять и собственно из-за этого мы сегодня собрались решать эту проблему сделать маленький шаг чтобы был инструмент так то у меня грубо говоря нарисован там на бумажке карандашиком это херота на непонятно как движется короче ну хотя там все уже продумано мне либо нужно как-то зачитать часик весь интерфейс еще он делает при тыркане на каждую кнопочку либо уже начать с чего-то то есть чего чтобы каждый с этим поигрался я думаю Влад будет эффективнее если даже мы с тобой только звоним и будем по шагам дорабатывать интерфейс сделаем все таки чтобы с этим можно было поиграться потому что действительно мне по ощущениям кажется что мы очень близко для того чтобы с этим уже можно было давать кому-то поиграться чтобы как схема даже была просто экспериментарная нужно давать доступ на адепт первичный да собственно чтобы каждый мог действительно просто поэкспериментировать с самыми моделями концепциями идеями можно сделать а алгоритм да Кость можете написать какие процессы вообще вшиты в эту систему сейчас все что она может сделать она может отобразить некий объем данных то есть список элементов и связи между то есть мы уже можем создавать по базу данных по каким-то нашим параметрам по столбам ты нам быстро запрограммируешь что нам превратить это в объектную модель то есть если у вас есть список элементов собственно ресурсов или процессов и список что с чем взаимосвязано то из этих двух списков можно сделать эту визуализацию собственно она сейчас так и делается но для того чтобы я это могу сделать мне нужно например знать что такое джельсы это формат описания собственно тех объектов вы тоже можете это изучить тоже можете это делать но можете этого не делать а список можно в Excel еще кстати ну да и сам на самом деле список переделывать вот в эту штуковину очень-очень вообще долго очень логически достаточно запутанно вот и каждый объект до вносится минут наверное 35 то есть ну короче это сейчас можно быстрее за секунду если все это сделано не важно что здесь уже встроены некоторые алгоритмы того как располагаются эти элементы например чтобы минимизировать количество пересечения связи тогда то есть минимизируется количество связи то есть например если у меня где-то больше чем от нас то есть какой-то человек работал то как она позволяет как минимум решить такую простую задачку проводить обычный список в графическом графическом представлении которое в принципе можно даже распечатать например потому что вот как на сетевом планирования показалось видеоролики эти схемы перерисовывались вручную и снимал и там снимал время здесь же можно за стороны перерисовывать короче я на пять минут отойду на пять минут отойду Жень пошли на пять минут отойдем сейчас я на пять минут программирую я пошел короче готовить взор ну так вот почему получается что человек выбирает какой-то процесс ну вот ты говоришь он внушит какую-то сумму вопрос заключается в чем не вот как это видится да что получается что все равно люди которые участвуют в проекте они как-то это делают осознанно то есть не просто там вот как фрилансе да ты там пришел ну хочешь сделал, хочешь не сделал а а это ну люди которые в родной связке находятся то есть если я понимаю что если я на раз на косячу я больше на какие проекты не попаду ну а если ты случайно на косячу ну как бы ну как бы ну как бы так сложились обстоятельства знаешь сколько я тебе ну не знаю сейчас приход ну вот там ну что такое Что-то началось, какое-то обсуждение и резко затихло. Мы выключили микрофон, мы тут свое проведем. Можем вас подключить. Что-то вроде интересное началось. Что-то интересное? О, наконец-таки что-то интересное началось. Мы про рейтинги обсуждаем. Рейтинг, рейтинг. Если я взяла на себя какие-то задачи, начала в них участвовать и выполнила их. У меня хороший рейтинг. Люди видят, что меня рекомендуют как хорошего специалиста. Соответственно, мне не нужно какую-то залоговую стоимость носить или прочее. Просто у меня хорошая репутация. А если я накосячила, сделала что-то некачественное. То залог уже в следующий раз. То да, но тогда можно, да. Тогда если хочешь восстановить свою репутацию, тогда вноси. Можно так делать, да. Ну, ничего. Так же залог, залог. То есть она учитывается в личном кабинете, в твоей рейтинге, личной репутации. Правильно? Ну да. То есть там получается у нас в личном кабинете несколько сущностей. Надо мне свою шпаргалку сказать. Один рейтинг надежности у меня назывался. Вот это и есть репутация. Второй рейтинг репутации. Второй рейтинг знаний. То есть, насколько я прошел наших, мы же будем создавать учебные программы, да, внутри? Сколько я учебных программ освоил, сколько у меня смежных профессий, знаний и так далее. То есть это тоже будет повышать рейтинг, правильно? И третий рейтинг чего-то. Ну, во-первых, доля еще, как бы, самая первая, самая. Это моя доля. А третий рейтинг, по-моему, выполненных задач, что ли, я не помню сейчас. Что-то, какой-то еще рейтинг. А, ну там же в личном кабинете еще рейтинг типа «Мои изобретения» и так далее. То есть для каждого, вообще по-хорошему, мы правильно должны при входе разделиться, и через Женин проект пройти через любимое дело, перейти через выявление предназначения. Это на первом этапе, то есть вообще. Это прямо первое, что нужно сделать. Ну вот они, мы вчера, я общалась, они сказали полторы тысячи вопросов, да, у них разработано для того, чтобы человек понял свое предназначение, вообще-то, чего, как, зачем и почему. Вот. У меня всего семь. Всего семь? Ну, смысл в том, что мы сейчас понимаем, что все люди разных психотипов. Каждый психотип заточен под своей работой и так далее, ну, как бы под деятельность, под определенную. Ну, лучше не поручать из другой области деятельности, потому что будет завал. Мы начинаем это уже, как бы, распределять и определять. И это будет прописано в моем личном аккаунте. То есть ты со мной знакомишься, ты уже знаешь. Саша, вот такой ты психотип, там холерик, все такое и так далее, ну, в меру неисполнительный. Спит до четырех дня. Спит до четырех дня. Да, там. Всех тянет на свою стройку все время. Я понял, что я строитель, понимаешь, мне нравится настройка. Поэтому я не прекращаю строительство своего дома никогда. Ну вот. И у каждого будет так известно и ясно будет, что, грубо говоря, ожидать. Куда планировать, какую нишу нашего проекта, меня, так сказать, вставлять, внедрять. Да. Ну, если человек сможет реально по этой системе узнать свое предназначение, то это будет офигенный плюс даже самому ему. Потому что, а, куда пойти, куда податься, сейчас довольно актуальный вопрос, как мне кажется. Ну, то есть человек просто не знает, что ему делать, и, а, блин, пойду-ка это делать. А, не, нифига, мне не нравится, ну, куда идти дальше? Да. Мы массово прям приглашаем тысячу народу на стадион. Боим предназначение выявлять. Вход 100 рублей. Значит, 100 тысяч пришло. Выход. Для тех, кто точно все понял, значит, 500 рублей. Для тех, кто ничего не понял, 1000 рублей. Выход со стадиона. Ну, и таким образом у нас здесь 100 тысяч анкет. Это же наше потребительское общество, которые нам делают. Что они первое делают? Это оставляют нам свое предназначение. Эээ, публик. Оставляют. Нет, мы выявляем предназначение. Они нам оставляют свои потребности. После чего мы понимаем, у нас есть 100 тысяч заказов, чего людям нужно. Понимаете, ребята? Соответственно, мы берем и отбрасываем рекламу, маркетинг, фигетинг. Производим это просто для этих, с помощью наших обобщественных материальных ресурсов, станков и так далее. Вообще, главная наша задача, это средства производства получить обратно в коллективную собственность. И всем, у кого еще осталось, всем собственникам, быстрее вкидываться. Потому что отынуть скоро. Потому что ситуация уже такая, что банки сидят, наготове. Они же 10 лет, что они нас в долги сгоняли? Для чего? Для того, чтобы сейчас быстренько хоп по команде и сверху. И быстренько все обанкротить и скупить через аффилированных контор. Уже земля скуплена и так далее. При нашем кооперативе это будет невозможно. И невозможно будет отжать или часть какую-то. И все это вполне легально, полностью, официально, с полностью юридической основой. Немножечко не идеально. В том плане, что кооператив это тоже субъект права. И на него могут применяться какие-либо гонения или так далее. А если эта система децентрализована... Подожди, подожди, подожди. Ну, тогда любая организация, любая, общественная, тогда она также подвержена тем же... То есть те же риски? Нет. Не подвержены организации, которые невозможно сосчитать. Невозможно посмотреть, где они коммуницируют, где они вообще есть. То есть невозможно посмотреть их документы и так далее. То есть все это возможно реализовать, но в децентрализованной системе управления. Ну, мы так и сделаем. То есть вот эта вот Костина система ссылок, как она, вообще идеальная структура, я считаю. То есть вот ее нужно держать, как зеницу окна, потому что остальные данные мы разложим где угодно. Ну, короче говоря, там еще много вопросов, честно говоря. Поэтому... Ну, да, то есть кооперативы, допустим, почему? Ну, по факту, кооперативы, микрокоперативы это семья. Ну, то есть социальная конструкция. Их невозможно. Это друзья, это единомышленники, они подобрались уже сами по себе. Мы сейчас говорим не о кооперативе, мы сейчас говорим об альянсе, о союзе кооперативов. Ну, такой же субъект права. Да. Ну, по сути, да. Как есть, так и есть. А если это люди в децентрализованной сети, которые просто между собой ведут товарооборот и услугооборот, то тогда к этой штуковине вообще никак невозможно докопаться и невозможно ее уничтожить. То есть для этого мы как раз будем подключать Пандору. Нам, по сути, юридические настройки не нужды. Когда мы станем альянсом и наберем больше 500 тысяч голосов, мы имеем право законодательные инициативы. И выходим там через наших, через каких угодно депутатов и легативно начинаем плавную эту представительство во власти. Плавная и легитимная. И эта схема, которая чертаевская, она сейчас выгодна всем, даже олигархам. Потому что они сидят на бабле, и у них как бы глобальное мышление такое, что более всего инвестиционно привлекательно там, где бабки есть. А где бабки есть? А нигде их сейчас нет, потому что везде сейчас загибос. А где ему интереснее всего? Да в России бы ему где-то вложиться. Так нет ни хрена проектов никаких. Проекты есть, но риски очень высокие. Проекты есть, но риски нет. И собственно наша задача делать вот этот вот ответственный генератор проектов, под который нужны наши внутренние инвесторы. Внося свою долю инвестициями, они ее фиксируют как долю в кооперативе. И начинают уже просто для понта дела. У него есть миллиард, он миллиончик кинул, нам внес в нашу кооператив пай. Ну и участвует в каком-то там проекте. Он вдруг понимает, что это офигеть какое дело. Весь свой миллиард, быстренько к нам вносит и все. И по внутренним ценам мы уже внутри кооператива с этим миллиардом ресурсов. То есть естественно мы на миллиард купили все, что нам нужно для наших проектов, которые нам будут давать ценный конечный продукт. Но естественно доля уже будет отдаваться куда-то. Вот так как-то. Это мой гарм. Надеюсь, что я не так слышал. А тебе это надо? Вот так сам себя глубже понял. Рассказывал настолько часто, что я аж понял сам. Так, ну все. Пока вот. Настройку? Ну да, настройку или что? Или мы штурмим? Просто можно как бы подать. К чему прийти? Вот стройка. Ценный конечный продукт веранда. И что? Только ценный конечный продукт веранда и что? Ничего. Так что, на сегодня мой элемент времени исчерпан, к сожалению. Так что я вынужден вас покинуть. Мы будем скучать по тебе. Знаю я, как вы скучаетесь. Пока. Всем пока. Ну и что? Пошли? 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 Продолжение следует... 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 сырья в продукт уже произошло, что-то изменилось. И мы должны получить другие пароли. Все получили, вот все хорошо поработали. Раз, два, два, три, два, три, два, три, три. И дальше. Но вдруг мы на четвертом этапе взяли и запороли все. Ну, тогда просто ничего не получили еще. Но на практике это не применимо, и вы не поймете, как работать хотя бы производство не переведем на практику не сделаем вот у нас проект какой-то любой мы пишем вот они все сделали производственное все есть готовые технологии есть уже прям нужно строить инсталлировать но кучу не на них не выросли первый этап закончили первый этап закончили строить а у кого уже вы уже вирусов ну надо понять мы решаем какой вопрос мы решаем вопрос автоматизации для всех проектов и появление всеми объединения или мы решаем вопрос надо сделать общий проект чтобы сейчас у инициативной группы появился общий проект например можно и на основании проект уже будут определенные данные и на основании этих данных нужно будет правильно выстроить систему для этого нужно производство так и Продолжение следует... 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 Ловушка, скорее всего. Что что? Нет. Ну, а ты как думал? У нас такая же история, только цифры больше в разы, понимаешь? Ну, примерно. Делал я немножко другое. Я спасал свой бизнес, понимаешь? Там, слил все, что было, еще занял, типа, якобы спасу. В тот момент эго, понимаешь? Как же так? Я теряю бизнес. Вместо того, чтобы сразу его распродать, еще пока в активе, в нормальном был, а не по сниженному активу, и заняться тем, что мне нравится. Просто ценности неправильные получаются. Если у человека, то есть изначально, да, как я разговаривала с президентом Тинькова по программам определенного кредитования, микрокредитования населения, да, то есть он говорит, что, к сожалению, да, у нас основная цель это как можно больше денег, как можно больший процент раздать людям. Да, то есть вот это основная цель банка Тинькова. А где он уберет эти банки, да, Тиньков? А это другой вопрос. О, это он типа к Центробанку зафондирование. У меня кредит, ее вот вы раздают. Понимаешь? Так какого хрена у них есть такая схема, у нас нет? Потому что у нас будет касса взаимопомощи, вот эти крауды взаимопомощные. Ну, потому что у них есть изначально фонд этого банка, им есть что раздавать, а нам нечего раздавать сейчас. У нас цель-то не раздавать деньги, у нас цель уйти от, по сути, денег, а мы опять возвращаемся к деньги. Нет, нет. А деньги никто не отменял, это единица обмена, это билеты. Для этого нас и вгоняли веками в это, чтобы мы сейчас начали наконец-то думать о том, что нам нужны производства. Начали его делать. Нужно нам рассказывать, что в Китае дешевле. А почему в Китае дешевле? Потому что, а, у них вот эта чертаевская система уже работает в конторах? Ну, ведь это в советское время все могло внедриться. Понимаешь? А, б, простите, я закончил. У них курс доллара к иене регулируется внутренним приказом. Так же, как и сам курс у нас тоже, это же фиксинг-ротшид. Ну, да, если вы в советское время, все эти технологии и разработки, которые, они же годами уже, двадцатилетиями, пятидесятилетиями эти разработки лежат, все технологические и все процессы, если их, где их брать, но они в основном находятся, это просто либо опытные образцы, то есть на выпуск требуются ресурсы, а ресурсов нет. Ну, как бы. Поэтому, вот все изобретатели и прочие тоже должны к нам приниматься активным образом. Причем, особенно те, которые нам под наши требования, вот у нас проект такой же. И у нас здесь узкое место, тут узкое место. Приезжайте к нам, посмотрите. Мы ваше изобретение будем оплачивать конкретно за каждую модель, за его эффект, как черта, и поплачивать. Не надо вам ни в какой патент идти. Мы с вами заключаем договор с нашим кооперативом, с ассоциацией, которая берет на себя охрану и так далее, и так далее. То есть в какой-то момент служба безопасности у нас появится. Да, но изначально нам нужно поставить производство, правильно? Да. Но изначально это производство должно реализовывать продукцию на рынок внешний для того, чтобы у нас появились средства. Так или не так? Правильно. Наверное, внешний я бы сказал так, что все, что мы производим для себя, излишки на внешний рынок. Но не так, что мы что-то на внешний рынок. То есть по-хорошему мы должны для себя, в первую очередь. Ну, с другой стороны, можно и начать из коммерческих каких-то проектов. Я говорил, если говорить о земле, вот вчера, смотрел в интернете, я смотрю постоянно, какие фишки там можно выпускать. Например, вот это деревянное обожженное кресло, видел? Что-то показывал. Делается за три месяца. Да, видел, да. За два часа из него выпили и все. Понял? Понимаем. Ну, теперь стоит он на пять тысяч, ему меньше. Ну, а представьте. Хорошо. Все изобретательские идеи, или по сути просто идеи для производства, уже оформленный типовой цепочек. И прям заранее известно, что в среднем это занимает два-три часа цепочка. И человек видит, а что я могу, там, взять запрос поисковой, пазлой, а что я вообще могу сделать за два-три часа? И ему кук поцелый список изделий, которые он может сзади сделать за два часа. Своими руками и перед ним вот этой цепочкой есть инструкция. Как это делать? Кость, у меня пицца, знаешь, какая? Чтобы была у нас, в нашей системе, полная база всего мирового производства всяких любых деталей. То есть, каталожечность. И чтобы туда хотели люди заполняться все. То есть, сделать некометно, что, по сути, как на кипит, только для проекта. Для производства. Ну да, для производства, которые вставляют туда по размеру своих деталей. И тебе, как бы, в конце концов, система изготовок уже по размеру деталей может какую-нибудь предложить уже фигню. Ты ищешь там что-то, понимаешь, свое технологическое. А она тебе подбирает похожие готовые детали, которые стыкуются с этой, не понимаешь? И ты взял гайку и такой, тебе нужно к ней что-то прикрутить. Ты нажал на кнопку, прикрутить. Тебе хоп от системы. Все, что туда по резьбе. ...поизводственных цепочек, которые уже были применены. Она знает, что к винтику можно применить металлическую пластину, в которой... Ну да. На самом деле, нам нужно определиться, что мы строим, с каким образом даже технологии развивать, потому что лично мне хочется ездить на электромобиле, жить в эко-доме, ходить, трудиться где-то в ближайшем месте, но при этом иметь возможность сесть на свою летающую тарелку и спокойно на полчасика слетать на Бали, покупаться и вернуть. Ну, последний пункт, конечно, утопия пока что. Ну, в целом, он очень похож на него. И я думаю, что каждый из вас хочет, хотя сидит сейчас в теплом доме, но условия. Какой-то американец в лес. Субаева спасение, правильно? Выживать? Там, скорее всего, это с буквой R на конце. А, да, Субаева. Так что выживать мы будем все это время, а потом уже на космолетах летать. Ну, да. Ну, не знаю, у меня вот до понимания, до Чертаева, у меня всегда была как бы боязнь того, что если сейчас начать двигать модель, то нас как бы зашибут, потому что неинтересно, ну, бонзам никому неинтересно вот это развитие. А сейчас я понимаю, что им... Вот такую штуку предложить, и деньги... Да, им тоже интересно. Потому что на Чертаевской схеме они долю получают. Долю, понимаешь? А это совсем другое дело. Все в доле. Это совершенно другая история. Кстати, единственное, что вы это Лири и Каддафи за это показали. У них там... 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 В предприятиях были долевой собственностью. Да. А в производстве? Или в санях? Все общество было в таком... Вот что? Это в таком благотворении. Ну, до тех и до тех пор, пока... Ну, ты не там. Гражданскую. Ну, тогда у нас был интернет, тогда уже... Были очень низкие цены на жилье, на бензине, и все было. Я знаю, я читала про Каддафи. Вопросы... Каддафи там сделал бесплатно. Ну, короче говоря... Ну, потому что это... Там описано, как это все работает. Потому что это... Да нет, нашли, подкупили оппозицию. Ну, что... Естественно, есть недовольные в оппозиции, которые там... Что-то там... Каддафи недовольные. Их всех купили. Организовали. Сделали через них переворот. Замочили его прямо в прямом эфире. Вот и вся история. Никто ни в чем не виноват. Может быть, среди людей не были согласованы ценности? Да тут не согласование, понимаешь? Когда идет маленькая группа... Вот мы сидим, тут такие все примерные. Вдруг прибегают где-то мимо какие-то молодчики, начинают там что-то делать. А ты им как-то можешь им противопоедать? Все, они уже там дамбан, там подожгли, тут устроили. Их полно, понимаешь, купленных. Они просто приехали в страну. Им плевать на тебя, на страну, вообще на все. Им бабки нужны, и все. Они приехали, тут устроили вот это все. За бабло. Поэтому это все очень просто. На самом деле, при высокой осознанности населения, это будет невозможно. Нет, точнее, даже не обосознанность. А когда мы начнем реально понимать, что каждый пахарь, каждый воин, и что за нас никто, никакая милиция не восстановит. И, грубо говоря, в какой-то час нужно быстро всем соседним встать, взять свои двустволки с чердаком, выйти на улицу и сказать, ну что, давай поговорим, или сразу стрелять начнем, понимаешь? Тогда мы сейчас говорим, если бы выкатим из этого. Вот сейчас примерно такой происходит. Только это не нужно никому, это сейчас противостояние, потому что оно специально нам навязывается. Ты спроси любого гражданина, планеты, что он хочет. Он тебе скажет, эко-дом, эко-жену, эко-детей, и вообще... Эко-мотоцикл. Эко-мотоцикл, да, и эко-средство принадлежения, все. И дайте мне... Да, на который я буду себя спокойно чувствовать. Эко-жизнь. Эко-жизнь. Эко-продукты заводил. Нет, я знаю таких вот, Димон, например, помнишь? Он, например, фанат эмбонистический. Ему типа в горле хорошо. Димон на умном. Ну, посмотри на него. Ну, это очень сильно радикальный звуковик. Нет, он как бы отличный цветок, но как бы накладывает просто это дело. Напечаток видимо. А может, у психотипа ему действительно так хорошо. Да, я тоже знаю много людей, которым все как бы по кайфу и все хорошо. Никуда они не хотят переезжать. И у них замечательная работа, их устраивает. Они там кидают друг друга. Радостно. Радостно, да. Вот этот сомок кинул от того, как круто. То есть они так живут, но нормально. Это их важно, их как бы воплощение. И им надо дать тоже, чтобы они там где-то в какой-то отдельной местности. Не у нас. Не у нас. Где-то там что-то делали, что хотят. Но кроме атомных взрывов. И экологических подставков. Ну и давайте информацию, естественно. Ну что? Нам интересны люди, которые хотят жить и не хотят свежесть. Собственно, что-то не любят. Садись, дать. Ничего не продолжаем пока? Мы за креативом. А как ты его нашел? Нашел все связи по очереди сверху вниз? Я использовал отладку, то есть смотрел по шагам, как исходный код выполняется. И в зависимости от этого нам начало появляться понимание, что за чем выполняется. Потом я понял, что я слишком долго этим занимаюсь. И смотрел на то, что находится в визуальном дереве на шагах. То есть какие элементы добавили с дерева. Я увидел, что тот элемент, который был мне нужен, он все равно есть на странице. Только у него высота 0 пикселей. И из-за этого он не отображается. И вот по поводу того, что высота 0 пикселей, я нашел то место, где высота задается в коде. И вот так вот. так что тут нас тоже оперативка начинает трепать смысл оперативной задачи поэтому предлагаю разбегаться туда если резюмировать встречу то чем мы там очередной этап согласования ценностей и цели произошел между владом костей сашей у лихим пошли так все надо бежать всем пока всем спасибо да маш я сейчас скажем начинаю глубоко погружаться в программирование потому что особого опыта в общем то нету кроме того что куда-то в универе учил вот сейчас здесь скорее извел пыстав потому что внимание больше направлено и вообще смотрел через пич иногда смотрел но она у меня зависала и приходи проем один и злок ищет видимо идея была сделать демонстрацию экрана очень плохой у тебя ленокс на телевизор существует версия скайп на университете демонстрации экрана не как а а а он забыл свой скайп просто на том компьютере доброе если сейчас мы останемся вдвоем то мы будем заработать транспекции остаться конца Нет, он не хочет. Давай тогда созвонимся уже в день. Окей. Нет, не работает. Работает. Видео идет, правда, очень-очень фиговое разрешение. Вот очень фиговое разрешение экрана. Ну, я развернул на весь экран, и там показывается, что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...